Почему вас уволили из вашей IT-компании? Джава уничтожит ваш стартап, а PHP спасет его. Конференция Apple в Нью-Йорке. Конференция Apple, погнали! Вот, казалось бы, ко всему можно погнали вставить, а вот к конференции Apple, похоже, не погнали. Сегодня попотеть пришлось, чтобы вставить, да? Хотя обычно как-то это все легко получается само, но, видимо, это уже возраст. Видимо, уже как бы 183 выпуск все-таки, поэтому он берет свое. В общем, надо представиться, с вами проект UwebDesign, подкаст называется «Суровый веб», как я уже сказал, выпуск номер 183. Сегодня 30 октября 2018 года, и беспрецедентно сегодня представимся в начале, а не в конце. С вами ваш ведущий Александр Гончаров. И Никита Тарасов. И я хочу сказать, что не то что 30-е, а мы вот 31-го уже пишем, и практически хэллоуинский номер сегодня. Ты имеешь в виду, ты сейчас в простыне пишешь это? Я с зубами длинными пишу. Ну это нормальная тема, у меня тут тыква тогда на столе, там уже максимальный антураж должны создавать. Выйдем уже там 15-го ноября, поэтому как бы неактуальны все шутки будут, но, в общем-то, неплохо. Я, кстати, рад приветствовать всех, кто нас смотрит в формате премьеры сейчас, плюс чат, если смотришь в формате премьеры. Мне это даже как-то нравилось. Я последний раз, я прям был, прям вместе со всеми смотрел, там что-то шутка. Я на самом деле тоже заходил, и там даже было в пике, типа, человек 60 или что-то такое. Да, 65 было в пике или 66, что-то такое. И это даже неплохо. От 55 до 65 было. Да. Чем же мы сегодня на хэллоуинский праздник будем пугать? Вот такими же новостями. Слушай, учитывая, как наши подписчики дорогие любят новости про Apple, именно этим и будем пугать. Потому что как раз вот часа два назад закончилась конференция, и Тим Кук сотоварищи, я буду продолжать журналистские штампы, это наша новая красная нить, которая тянется по всем выпускам. Вот Тим Кук сотоварищи представили нам целый ряд продуктов, как программных, так и хардварных. Уже техноблогерские шаблоны немножечко пошли, хардварные продукты. Так вот, и это, кстати, достаточно смешно было, потому что мне Никита такой говорит, блин, Сань, там конференция уже идет. И говорит, да вроде как бы в 10.30, а у нас сейчас в Калифорнии 12 часов разница, у Челябинска. То есть как бы в 10.30, значит, у нас тоже должно быть 10.30. Он такой, да нет, вроде идет уже. И тут я вспоминаю, что они сегодня в Нью-Йорке, а не в Калифорнии. А почему так, кстати, почему? Это в чем была главная тема изменения точки доступа? Слушай, ну, я могу только предполагать, я не настолько в теме, я не смотрел сам ивент, поэтому как бы вот, ну, я могу только... Обычно, обычно осенний ивент у них где-то на восточном побережье, потому что они какой-нибудь очередной магазин именно физически открывают. Какой-нибудь там Apple Store на Times Square там или что-то такое. То есть они много говорят про ритейл именно, про розничную торговлю в сетях. Ну и сегодня тоже это было, это было обсуждено. Вот. И они начали в Бруклин. Бруклин, Нью-Йорк-Сити. Я, на самом деле, посмотрел 8 минут сжатой конференции, то есть практически как пуп. Один большой пуп конференции Apple. То есть там просто нарезочки без вот аплодисментов, без оваций, без каких-то восторженных этих. То есть ты смотришь это и тебе практически вот это втыкают жестко так. Без каких-то, знаешь, ты не успеваешь даже обрадоваться или как-то огорчиться чему-то, да? Ты просто смотришь, как выходит условный Тим Кук, говорит, здравствуйте, и быстро презентует все, что ты сейчас скажешь дальше, и говорит, до свидания, Тим Кук снова, и все, 8 минут буквально. Ну, с учетом того, что там не один Тим Кук это все дело, а Тим Кук сотоварищи, я напоминаю. Да, там еще и сотоварищи, причем там и сотоварищки тоже была одна, которая презентовала, собственно, айпеды, про которые ты расскажешь. Ну охренеть теперь, я, если честно, даже не знал. Но обычно сотоварищки, они что-нибудь за маркетинг говорят, за то, что там Apple еще больше там вторсырья использует. Уже скоро сотрудников из вторсырья будут нанимать только для того, чтобы защищать природу и все вот это. Ну и за Rockstar, естественно, потому что они уже из вторсырья столько работают. Изнахраченные, я бы сказал, вот эти сотрудники. Тест на возраст не прошел. Хочется, знаешь, как в книгах О'Райли опять же делать отсылки, что об этом вы можете послушать в прошлом подкасте про изнахраченных сотрудников Rockstar. Ну, кстати, да, причем кто-то, кто-то, наш один из топовых патронов в патроновском чатике обмолвился, что, типа, чуваки, вы настолько классно обсудили вот эту тему про кранчи и вообще про Rockstar, про работу в компаниях крупных. Что я, говорит, даже всем своим в рабочий чатик скину, причем он из-за того, что он супер патрон, он это на сутки раньше посмотрел, на сутки раньше он нам дал этот фидбэк, и он сказал, я вот дождусь завтра, когда выйдет подкаст, и в тот момент уже сброшу им доступ на то, чтобы они тоже там, потому что, типа, говорит, это просто феноменально. Я сейчас, возможно, добавил пару слов, как бы. Ты сейчас немного, такое чувство, что я снова смотрю презентацию Apple, такое уже не перемотки, а ты уже, мы пошли дальше, если честно, тем, что мы... Давай все-таки, давай все-таки к продуктам, потому что мы с тобой, как настоящие русские, долго запрягаем, потом быстро едем. Да, слушай, это лечится, когда быстро едем. Мы едем тоже долго, все нормально у нас с этим. Нет, преждевременного никакого завершения подкаста не будет в этот раз. Кстати, Тим Куков в Твиттере фоточку красивую выложил, что Brooklyn Academy of Music. Кстати, ты подписан на него в Твиттере или нет? Да нет, конечно, что... Нахрен он мне сдался, я на Apple-то не подписан в Твиттере, а ты... А Apple в Твиттере ничего не пастит, если ты хотел бы знать, потому что это абсолютно, ну, рекламный аккаунт, как я понимаю, они с помощью него рекламу пастят. Ты имеешь в виду именно объявления, которые они поплачивают, он им нужен чисто для опихи, так скажем. Да, 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 да. Смешно. Ну, неважно. В общем, кстати, это музыкальный ивент, в конце кто-то Лана Дель Рей пела, чтобы ты понимал. Я знаю, это я все... Вот это я все знаю. Нихрена. Ты как-то избирательный. А про продукты ты, значит, не знаешь ничего, да? Про продукты я тоже чуть-чуть знаю, но я хотел бы именно, знаешь, получить вот... Ты как старейшина, знаешь, как мудрейший человек, я пришел к тебе, как бы... Я знаешь, а я такой, типа, вот мы, у нас община викингов, да? Да, тоже хорошо. И ты старейшина именно. Ты старейшина, знаешь, как раньше было, как там мы ходили в Европу, захватывали Англию, там. А я именно молодой такой викинг пришел к тебе. Я как бы знаю уже, что надо морды бить, да? Я как бы уже знаю, как топором владеть, там. Все, могу убивать людей. Ну, в смысле, европейцев. Ну, так, нормально. И, короче, а ты именно как старейшина мне сейчас расскажешь. А что же там вот Apple-то дали, чтобы... Я как бы вроде знаю, но хочу от тебя послушать. В общем, да. Во-первых, были компьютеры Mac. Ну, там, как обычно, все суперцифры. У нас там номер один по пользовательскому удовольствию. 51% покупателей Mac-ов это вновь прибывшие чуваки. То есть это те, кто попробовали Mac-и только вот в первый раз. 76% из них в Китае. Ну, то есть они покоряют новые рынки, бла-бла-бла. Это как бы никому обычно не интересно, кроме самого Тима Кука. Поэтому непосредственно к продуктам. MacBook Air новый вышел. Наконец-то он вышел с Retina-экраном. С Touch ID и с USB-C. Ну, грубо говоря, они его подтянули, чтобы он, так скажем, отвечал всем требованиям тех стандартов, которые у них уже есть. У них, напомню, теперь линейка ноутбуков в себя включает MacBook Air, уже теперь обновленный. Просто MacBook, который когда-то называли MacBook 12 дюймов. Такая кликуха. MacBook 12 дюймов. Который был первый супертоненький, который был первый с гигантским тачпадом, который был первый с клавиатурой-бабочкой. То есть вот такой инновационный. Его еще, по-моему, MacBook 2015 называли, потому что он, по-моему, в 2015 году вышел. Так что да. И MacBook Pro, соответственно. Кстати, MacBook Pro тоже анонсирован новый, по крайней мере, в старом корпусе с новыми видеокартами Radeon Vega AMD, которые до 60% больше дадут производительность. Это, естественно, только в топовых 15-дюймовых моделях. Но об этом, кстати, лишь обмолвились и сказали, что там ждите ноября. В ноябре мы вам уже расскажем, покажем. Ну, то есть показывать не будут, просто в ноябре мы уже их выпулем и будете видеть. Погоди, смотрите, смотрите, сразу же. Опять же, MacBook. Наверняка это самое интересное для наших слушателей и зрителей. Потому что если им не интересны MacBook, то им вообще ничего не интересно. Из Apple это точно. Слушай, я вот наоборот бы сказал. То есть, ну вот, если мы потом с тобой, когда я немножко расскажу, что было, я спрошу тебя, что тебя интересует больше всего. Отвечу, что меня интересует больше всего. И это, спойлер-спойлер, не MacBook, я думаю, ни в твоем, ни в моем случае будет. Хорошо, но MacBook это просто классно все-таки, но хочется именно, вот ты говоришь, три градации, получается, уже сейчас будет выпускаться. Я просто каждый раз... Ну, они и были, просто Air, они до сих пор были не ретиновские. Мне кажется, их вообще уже давно никто не покупал, и они подтянули этот момент. И мне интересно, как выбрать, то есть, я типа чувак, а во-первых, тачбар остался в прошках? В смысле, везде он есть? А, ты имеешь в виду верхний тачбар? Ну, конечно, остался. Вот только в прошках и есть, это киллер фича прошек. Все, понял. Ну, я к тому, что... Вот это, да, вот эта длинная писька черная, которая на плавиатуре. Которая можно биндить, стикеры и все такое. Так вот, смотри. Если я хочу выбрать, например, ну ладно, окей, прошка для меня тупо дорого, тупо там тоси-боси. То есть, как мне выбрать, обычный взять или взять Air, вот, например? Или, например, как мне выбрать взять обычный или взять прошку, опять же, и подкопить? Ну, типа, если у меня, если я обладаю такими средствами, условно говоря. То есть, как вообще из этих трех, они причем очень сильно ноздря в ноздрю практически идут? Опять же, по журналистским. У них даже и ценовая политика, продолжая по-журналистски, достаточно схожая. То есть, выбор, на самом деле, сугубо эстетический. То есть, по внешнему виду практически. Ну, и процессор, естественно, в прошке охреневший, да? Да, просто MacBook. В нем одна дырка USB-C, все, конец. Он маленький. То есть, это маленькая 12-дюймовая хреновина. Естественно, с хорошим экраном, он ретиновский. Вот. 234 на 1440, если угодно. Процессор там, откровенно говоря, детский. Либо Intel Core M3 1.2 ГГц, либо Intel Core i5 1.3 ГГц. То есть, это, ну, это ноль практически. Но у них большие SSD-шки. 256 и 512, соответственно. Модельки две всего. Они в разных цветах. Золотой, серый, космос, серебристый. То есть, оперативки 8 ГГц. Ну-ка, зубы, под зубы выбираешь. Естественно, да. Вот. То есть, ключевое. Один USB-C, это первое. Второе. Это большие SSD-шки. Минимум 256. И третье, это беспонтовый процессор. Ну, то есть, очевидно, видео только встроенное. 615 Intel HD Graphics. 8 ГГц оперы. Ну, допустим, в Air'ах тоже там примерно столько же. То есть, он... Давай посмотрим по тонкоте. Он... Пока ты смотришь по тонкоте, я просто хотел сказать. Для тех, кто еще не такой богатый, чтобы покупать топовые, самые свежие MacBook'и, вы можете обратиться к нашему великолепному обзору на MacBook Pro, между прочим, с Touch Bar'ом. И ужас с наклеенными русскими клавишами на английскую клавиатуру. Это да, это нам прям, когда вышел обзор, это нас отдельно за это ругали, так скажем. Вот. Он есть, посмотрите, он достаточно забавный. Он даже не в формате подкаста, а он в формате практически видеоблога. Ну, это да, такой скетчик прикольный получился, поэтому, да, не пропустите. Начинается от 110 косарей. То есть, 110 за 256 гигов, SSD-шку 134 за 512. То есть, за сотку, грубо говоря, ушел. MacBook Air вновь представленный. Два USB Type-C. Это уже достаточно много. Дисплей теперь только 13-шка. Air'ов 11-дюймовых больше нет. То есть, Air – это уже на 1 дюйм побольше бук. Естественно, с тем же трекпадом, естественно, с той же новой клавиатурой. Но суть в том, что он уже 13-дюймовый. Цвета – все те же три подзубы. Процессор. И там и там i5. То есть, с частотой 1,6. То есть, это более старшая даже i5-ка, чем в MacBook 12 старшем. Потому что там тоже i5-ка, но как бы вот другая. Таким образом, мы переходим к SSD-шкам. Вот тут беда. У Air'ов 128 и 256. То есть, на полтерика нельзя взять Air. Хотя он больше по экрану, у него чуть-чуть получше процессор. Но на полтерика взять нельзя. Достаточно странное решение, но как бы тем не менее. Что характерно, Touch ID начинает присутствовать только в Air. В 12-дюймово нет Touch ID. То есть, ты не можешь пальцем разблокировать. Touch ID, чтобы ты понимал, над бэкспейсом находится. Короче, в итоге. В Air'ах и в обычных MacBook'ах то того нет, то сего нет. Дрёшь прошку. Копишь на неё, так скажем. Отдаёшь последние зубы. Кстати, в каких цветах прошка, кстати? Она такая же, тоже золотая, хренатая. Не готов тебе ответить сходу. Кстати, по толщине просто MacBook в пределе тоньше на 2 мм, чем MacBook Air в пределе. Но, в общем-то, они в зависимости от спецификации, они разной толщины. Что касается прошки и цветов, только серебристый и серый космос. Под зубы взять уже нельзя, если только у вас не из нержавейки. Тогда нормально, тогда пойдёт, в принципе. Ну да, но я ещё хотел, знаешь, что сказать? Кроме того, что серебристый и серый космос сильно что-то я потерял нить. Точнее, не потерял нить, я хотел именно что-то добавить про MacBook. А, так вот, допустим, допустим. Представь себе, Саня, что ты такой, знаешь, чувак такой... Мне повезёт, чувак. Такой лайкер, чувак. И вот у тебя случайно, ну, есть бабло, но оно как бы у тебя вроде есть, да? Но и не хочется его сильно тратить, да? И ты знаешь, что вот есть новая линейка, есть старая линейка MacBook. Я о MacBook все. Причём MacBook прошли. Что бы ты сейчас посоветовал вот нашим великим дизайнерам и разработчикам? Вот из такого вот взять, вот реально. Что было бы оптимально по цене? Цена плюс качество. Ну, у нас же журналистская, как бы. Дёшево, но сердито. Слушай, вот если нет денег на прошку 15-ю, а это минимум 200... Ну, конечно, это минимум 200 косарей. Так, нету, допустим. На ту и нету. Вот. То, в общем и в целом, абсолютно насрать, чем брать. Всё остальное просто говно, потому что 16 гигабайт оперы только в 15-дюймовых прошках есть. А с учётом того, что сейчас все прилки — это электроны, я боюсь представить вообще, что с вашим ноутбуком случится сразу, просто с ходу, с пыру. Кроме этого, напомню, напомню. Они апгрейду теперь вообще никак не поддаются. То есть нельзя взять 128 гигов SSD-шку и потом поставить себя на полтерика с барахолки. Нет, а можно просто взять с 17-го года прошку? Ну, вот это я тебе уже... Это всегда уже пошёл, зашёл в технопоинт, выбрал уценку, купил на 100 косарей дешевле, счастлив. Это понятно. Это как бы мне повезёт, чувак, реально. Да-да, я вот... В этом смысле, да. Если брать тупо из новых, то если нет 200, то надо очень сильно усраться и найти 134 на мейкбук 12-дюймовый с полтериком SSD-шкой. Потому что, видит бог, 256 гигов — это мало. Это вы просто проглотите себе что-нибудь, да, и будет прям плохо. Вот, но лучше всего накопить на пятнашку ретиновский, на прошку пятнашку. И, во-первых, там DDR4 память хотя бы, а не DDR3. Ну, камон, DDR3 в 2018. Вы шутите, что ли? DDR4 только в прошках. Опять же, у неё там повышенное энергопотребление, бла-бла-бла, ну, как бы вот всё вот это. Поэтому объективно, объективно, если есть 200, то и 230 уже есть. Лучше взять самую топовую, просто на полтерика прошку, и не париться. То есть, ну, серьёзно, если у вас есть 200, идите и займите у бомжа ещё 30, и можете ему не отдавать просто даже. Да. Кстати, о бомжах. Вот здесь есть ещё видео, которое выпустили Apple, называется Behind the Mac. Make something wonderful. От Apple ролик, который, собственно, идёт минуту 0,8 секунд, где показаны и великие, и обычные люди за макбуками, собственно. И там, между прочим, на 15, по-моему, секунде есть Кодзима. Да, да, да. Ну, там есть ещё... Чуваком сидит, как будто из System of a Down с Сержем. Да, я понял, что ты говоришь. Ну, там ещё есть Пол Маккарни там и так далее, но... В общем, в целом, очень милый такой грустный роличек, как будто мы все вот уже должны 200 кассиков у бомжа занять и использовать. Ну, слушай, как будто можно и с 17-го года взять, там на фотках не видно, кто какого взял. Да, 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 согласен. У них ещё у всех яблочко горит, а я напоминаю, что на всех новых уже яблочко не горит. Не горит, да. Поэтому у них-то там тоже старьё у всех на картинках. Угу. Хорошо, кроме макбуков. Кстати, пишите в комментариях, какой бы вот просто именно макбук, если бы вас ограничили не десктопным, не неттопным решением, чисто макбук, какой бы вы взяли и почему. Это всегда интересно. Можете в чате сейчас сраться, я хочу, чтобы вы срали сейчас в чате. Можете нас засрать в чате хотя бы, тут уже как бы какая-то движуха. Дальше, я так понимаю, вообще всеобщий фаворит, потому что спустя 4 года наконец-то обновили линейку Mac Mini. Это, знаешь, это такое чувство, что инженеры, которые iPod делали, они такие, так, ну всё, iPod не выпускаем, давай хоть Mac Mini сделаем. И выросли из iPod. У них освободилось просто время, да, да. Ну, кстати, чтобы ты понимал, защиту инженеров iPod скажу, что они похожи уже на Apple TV переключить, потому что 4-ое поколение Apple TV выглядит примерно так же, как этот Mac Mini. Ну, Mac Mini, он тоже, там тоже же сейчас есть SSD, извини, перебиваешься, 4 гига, по-моему, в топовой, то есть можно там кучу игрушек наставить и игру лькать на ней. На Apple TV четвертого поколения выглядит примерно так же. Ну, поменьше, конечно, но да. Идеально. Давай, мне интересно, что ты скажешь про Mac Mini, то есть давай я скажу, что я видел на 8 минутах тех самых. Я видел, что там такой лысый чувак, ни разу его не видел на презентациях. Возможно, это какой-то великий чувак из Apple. Да, кого там, сын чей-нибудь просто ему скажет. Можно мой там у вас скажется? Чего-то так все понятно, 4 года ждали, всем насрать. Такое чувство, что у него уже сыновья должны выступать, по-моему. Ну, давай. Он очень радостно рассказывал, что, блин, Mac Mini мы сделали, это охраненная тема, и он гордился 64 гигами, видимо, чего-то там, чего-то там. Апеллективки, до 64 гигов можно поставить. Да, и, в общем, такой прям, короче, был набодрее прям, то есть очень верил. И сказал в итоге цену 799 долларов, что, в принципе, очень даже для продукции Apple, это прям, ну, блин, практически двое наушников, я не знаю, которые эти. Ну, ты же понимаешь, что уже официальные российские цены объявили, и там уже 64 все-таки. А 64 это все-таки 1000 баксов, а нихрена не 899. Ну, да. 799, простите. Вот. Вообще, это все, что ты видел? Или еще что-то там? Ну, давай, не, я теперь все, да, хочу тебя послушать, что ты скажешь про Mac Mini. 64 я нагнал, 69. 69 стоит стартовая. Ну, их два. Различаются они процом. Первый четырехъядерный, второй шестиядерный. В первом SSD-шка 128 гигов, во втором 256. Стоковая. Но из-за того, что это уже десктоп, ну, хорошо, технически это нет-топ, не десктоп, но оно уже можно во время покупки просто тупо выбирать именно опции, опции, так сказать. Так. У Apple TV последнего тоже 10-гигабитный порт. Ну, там, естественно, его можно выбирать. То есть, ты думаешь, все-таки Mac Mini вырос? Это все-таки, в смысле, Apple TV вырос в Mac Mini? Мне кажется, да. То есть, я просто, ну, я не могу скрыть, так сказать, того, что они просто похожи физически и... И морально, видимо, еще кроме. Ну, и морально тоже. Хорошо, смотри, давай так. Я пытаюсь найти, какой у них интернет. Нет, просто гигабит, не 10 гигабит, я наврал. У Apple TV я имею в виду. Да, давай так. Вообще, Mac Mini для тебя, как для человека, который все-таки за MacBook'ом сидит, вообще это приемлемо, охреное? Да нет, конечно. Ну, давай так. Все еще нету новых Apple этих Cinema Display, насколько я понимаю. То есть, ты его покупаешь, и ты должен сам себя запарить по поводу того, какой экран ты к нему купишь. Угу, так. Ну, взял к монитору дефолтному, подключил к Самсунгу, чтобы две враждующие расы, как бы. Вот такие ты просто, я захожу на Mac аксессуары, и самое первое у меня монитор LG какой-то там 5K. Ну, камон, ну какого хрена? Почему они не сделают Apple Cinema Display, который всегда был там, как бы, и... Ну... Вот это единственная, на мой взгляд, проблема в... Аж я реально, я сейчас прям перешел, и они только два LG-шных Monika продают. А чем тебя смущает вообще любой другой монитор? Ну, уже не защелкивается. Самый охренен, топовый. Просто вот, ну, не защелкивается. Ну, не знаю. Кстати, четыре порта Thunderbolt 3, которые, ну, как DisplayPort, то есть можно до четырех Monika подключать, насколько я понимаю, в них. Угу. Окей, не защелкивается, я тебя понял. Ну, это просто как-то... Вот нет, ты вот же, ты сидишь, и у тебя весь стол с логотипчиками Apple, и ты такой, блин, балдеж, вообще, классно. А тогда зачем вообще брать Mac Mini, если можно уже взять... Чтобы жить на системе Mac OS. Сейчас, ну, обычный iMac стоит 80, это всего на 14 дороже, чем Mac Mini. Ну, реально. Ну, да. Это уже не те суммы. Если бы он стоил в два раза дороже, ну, да, окей. Сейчас я, опять же, чтобы не соврать, захожу на iMac, жму, купить, и сколько стоит маленький, который 22 дюйма. Хотя тоже, ну, 21 с половиной. 89, это, ну, это на 20 тысяч дороже. Это не в два раза дороже. А накопитель там уже терабайт. Ну, там, правда, жесткий диск. Ну, хотя, ладно, согласен, там уже надо изгаляться, что-то доворачивать, наворачивать туда. Вот. Но не знаю. Я понял. В общем, ты не за такое маленькое решение именно, которое без Моника, без того, без сего. Еще и клавиатура, говно Genius у тебя будет. Или O-Click за 100 рублей. Ну, в общем. Это сейчас прямо самое сердечко. Я очень люблю свою кликовскую клавиатуру. В общем, это все, вот это все все атовизмы подключил в один хороший, классный Mac Mini, и он у тебя там начал, короче, гердеть. Я жду, буду ждать от iFixit disassembly, чтобы можно было понимать, SSD-шки там какие, PCI-экспрессные или не PCI-экспрессные. Я думал, ты как бы куда траву прятать, в смысле, они раскручивают, раскручивают же там. Ну ладно, окей, я понял. Хорошо. Вот все эти вопросы, чтобы понимать. Давай тогда так, айпады. Айпады. Потому что про айпады было. Мне интересно, что ты знаешь. Тем более, что у тебя есть такие источники, такие первоисточники, как батя, поэтому... Батя меня еще позавчера предупредил, что будет новый iPencil, Apple Pencil, и что будет... То есть он уже знал, еще не было презентации? Будто у тебя батя тот самый лысый мужик, который вышел в Mac Mini. Это его сын как раз, я же знал, что чей-то сын это. Короче говоря, про Apple Pencil, да, он мне сказал. Он сказал, что просто он будет... Он не говорил, что он там будет квадратный, чтобы не скатывался со стола. И что он будет примагничиваться к айпаду, чтобы заряжаться. Этого, конечно, он знать не мог. Хотя, может быть, он не знал, просто мне не сталкивает. Ну да, я чуть не пригляду, почему его Apple Pencil не скатывается. Вот, по поводу того, что он не знал, что будет без кнопки, без Touch ID. То есть он... А что они все еще не сделают, чтобы как в айфоне, там, глазами что ли разблокировать? Вот знаменитые глазами разблокировать. Глазами! Вот, этого он тоже не знал. Он как бы просто понимал, что Pencil будет новый и все. Что касается вообще, ну, новинок, да, будет новый iPad Pro. Знаешь, что мне в нем понравилось? То, что он не мыло, а то, что он квадратный. Ну, это прикольно. То есть у него грани, как у пятерки. Да, я хотел сказать, что он как будто айфон. Знаешь, по поводу Pencil, если вернуться чуть-чуть. Вообще, люди, которые вот больные на голову, да? Мы их так будем называть. И рискнувшие, вот рискнувшие купить Pencil, говорят, что нормальный девайс, на самом деле. То есть это реально, ну, если ты хотел возякать по iPad Pencil, то, говорят, очень точная, классная, удобная тема. А уж новый Pencil, возможно, можно в копу вставлять. С учетом того, что они на iPad Pro специально увеличили частоту обновления экрана в два раза, для того, чтобы он более часто ловил нажатия, соответственно, более точно вот это все. Я уверен, что experience более чем приятный. Это факт. Но ключевое здесь другое. Во-первых, можно взять iPad на Teric. Давай. Началось. У тебя, знаешь, во-первых, так, ну все. Вместо того, чтобы это, берем iPad на Teric. Вместо того, чтобы взять Pencil сраный. Естественно, нахрен он не сдался. То есть, ну, я, честно говоря, до сих пор не представляю, насколько вот для каких-нибудь иллюстраторов и художников iPad может заменить хороший компьютер с вакуумовским планшетом зеркальным, который именно... Ты видишь прямо на нем, что ты рисуешь, то есть с экраном. Возможно, это вообще не для рисования. Хотя тогда с другой стороны, почему это пальцы не... Я просто... Вдруг, если ты какой-нибудь... Представь себе, ты какой-нибудь менеджер, до хрена. Представь себе. И у тебя есть какой-нибудь на iPad, ну вот, например, есть такой, короче, сервис Real-Time Board. Вот, например. Ну, типа, там это такая борда одна большая. Ты можешь там всякие, короче, двигать тикеты от них, всякие разные стрелочки рисовать, чтобы, короче... И ты ходишь по компании по своей с этим... И рисуешь быстренько, показываешь планы, короче, схемы, как мы будем дальше развивать наш продукт. И тогда ты хочешь как крутой. Да, но таким людям, мне кажется, более в кайф пальцем все-таки это делать. Они на кончиках пальцах чувствуют свой Real-Time Board. И как бы, ну, мне кажется, это для них более такое, как будто они в будущем. Возможно, возможно. Потому что стилусом еще в начале 2000-х на КПК показывают. Ну, стилусом, это ты как будто в будущем, но это именно киберпанк 90-х, знаешь? Типа, когда все думают. Да, 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 да. Когда думали, что так и будет, что они придумают хороших им косных экранов, которые пальцами тыкаются и так далее. Поэтому, ну, не знаю. Мне кажется, пальцем все равно это делается подручнее. Подручнее, вот. И кроме того, что можно взять на Террик, возвращаясь к действительно прорывным моментам, это первое устройство, в котором Lightning заменен на USB-C. Да, это я видел. Это еще Бобук написал, что он очень рад и хочет теперь. Ну, я как бы предрекал тоже, что такое будет, просто потому, что, во-первых, они в Буках их добавили. То есть очевидно, что они к этой унификации тоже будут стремиться. Вот. А во-вторых, из-за SIM можно от iPad заряжать iPhone, например. Так. То есть просто в USB-C воткнуть, так сказать, папу и вторую часть в Lightning в iPhone. Видимо, будут такие провода продавать. Интересно, когда они уже в iPhone сделают USB Type-C, чтобы уже вообще максимально была унификация. Слушай, либо в следующий раз, либо давай сейчас посмотрим. Давай у тебя у байки спросим, он скажет точно. Это точно. Он когда себе XS возьмет, он все-таки мне скажет, там-то Lightning или USB-C. Я просто, я сейчас на полном серьезе захожу посмотреть, в XS как-то сейчас Lightning или USB-C. Да не-не, ну я все-таки Lightning, я думаю. Мы бы знали, наверное, это бомба была бы. Бобук бы уже написал, ты думаешь? Уже бы точно знали. Но тут нигде не написано, что USB-C про Lightning тоже как-то что-то не упоминается. Ну, значит, он, да. Чего уж что-то думать. Вот. То есть это, опять же, обновили только iPad Pro. Поэтому это, то есть все актуально только для именно тоже богатых чуваков, потому что он космически стоит. Хотя, опять же, у меня у бати iPad Pro. Он ни хрена не художник, у него нету первого Apple Pencil. Вот. Но... Но хочет. Но он взял iPad Pro, потому что он просто быстрее, мощнее, и его не так скоро надо будет менять. А с учетом того, что у него там все фирмы и прочие шутеры, он как бы, ну, реально использует его, так сказать. Это естественно, да. Я хотел сказать, что... Да. Я хотел сказать, что наши слушатели... Очень хочется послушать вот их фидбэк, так называемый, чтобы они написали вообще вот кто-нибудь из них, из их знакомых, из их друзей знакомых. Может быть, их там брат, сват, как обычно. Пользуется ли Apple Pencil'ом, и вообще нужно ли им пользоваться, и вообще классно ли это, и зачем? Вот так. Хочется послушать в комментариях или где-нибудь, в чатике, я не знаю. Мне тоже везде хочется сразу послушать. Маленькая ремарка. Новая Apple Pencil работает только с новыми iPad Pro. То есть обратной совместимости нет. Хорошо, хорошо. Нормально делают. Да и насрать. На хрен не сдавать. Причем надо все iPad'ы насрать. Да. Ну ладно. Ну и да, к нему вот эта клавиатура, которая как у Surface'а. Помнишь, да, такая складная, которая подойдет. Как подставка работает, она теперь в нескольких положениях. Подставляется, во-первых. Мне кажется, на Алиэкспрессе уже такое было сделано 10 лет назад. Это да. Там тоже все. И кроме этого, она еще закрывает теперь не только спереди. То есть там до этого это было спереди, такая хлопушечка, ты ее хоп разворачиваешь и клавиатура. Теперь она с двух сторон. То есть по факту это еще и более прогрессивный чехол, типа, чем раньше был. Супер. Наконец-то подделки на него можно будет купить за нисколько, в общем. Ну, подделки-то как бы и до этого были. Ну, в общем, вот. Я не знаю. Мне кажется, мы все учли. То, что сегодня вышло. Знаешь что? У нас каждый раз уже, мы с тобой скоро будем, как вот презентация, новая конференция Apple, будет вот просто такой вот мини-обзорчик, да? И никаких каких-то вот новых, знаешь, эмоций, так скажем. Есть ли какие-то? У тебя вот, Саня, вообще вот уже не колышется никак на эти все конференции? Ну, слушай, раньше как-то больше было желания и возможности тратить деньги на всю эту хрень. А сейчас по пирамиде масла немного ниже спустились, так сказать, потребности. Ну, еду, хотя презентации пятерочки. Вот, вот я и говорю, в основном киде. Поэтому тут как бы уже вроде смотришь, вроде как-то это. Мне батя, причем, он-то думал вообще, что Mac Pro новый представит, именно который, ну, как банка, да, который мусорка. И он показывает, и там уже реально были прототипы, и там уже он выглядит именно как какой-то такой сервер суперприкольный. То есть он опять квадратный, как компьютер настольный, как персонал PC, но, естественно, стильный, классный. Вот это, говорит, новое будет. И он как бы не знает Mac Pro название. Он как бы просто говорит, вот это, говорит, хрень новая, наверное, будет. Ну и как бы вот этой хрени что-то не было новой. Ну, видимо, пока не время для Mac Pro. Вот, да, ну, опять же, учитывая то, что мы там недавно услышали по поводу Blizzard, что есть основания полагать, что они там завышают свои показания по поводу там онлайна и того, сколько играет людей в игру. Непонятно, немного Apple-то увеличивают, там, свои тоже приписывают, какие-то статистику, что там купили 10 миллиардов Mac Pro, а на самом деле как бы их там купили три до нынешнего, поэтому новые как бы можно пока не выпускать. Это опять же мне батя говорит, блин, Саня, там iPhone XR первую партию уже всю раз купили, и сказали, я говорю, кто, говорю, сказал? Ну как кто, продавцы? Ну типа там ритейлеры, именно там Beeline, вот эти все. Я говорю, ну слушай, они могут тебе что угодно сказать, а на самом деле они просто первую партию на две разделили, чтобы увеличить количество продаж. Они сказали, типа, все, первую партию уже купили, там полдня выждали, хоп, выбросили. Вот это уже вторая партия, ее все собрали еще с большим остервением. Только что подъехала фура с XR-ами, разгрузили, и вторая партия. Вот, да, 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 то есть, ну, это такое, это нужно всегда очень осмотрительно относиться, тем более, я не помню, сегодня в какой-то из тем мы будем еще рассуждать по поводу того, что маркетинг есть маркетинг, и это не всегда как бы правда, это может быть просто маркетинг. Окей, отлично. Вот на этой мысли, на этой мысли про маркетинг, можно пойти к следующей теме про Smart Tape? Мы сейчас, да, мы сейчас небольшую отсечечку сделаем, а потом я анонсирую, что, в общем-то, мы будем сейчас говорить про Java и PHP, причем Java и PHP в данном случае это всего лишь метафоры, то есть чувак, который про них написал, он хотел сказать немного другие слова, но чисто, чтобы хайпануть, вот этих слов добавил, так сказать, стравил два лагеря, вот. Но перед этим расскажем вам про нашего постоянного спонсора, про Smart Tape, который нам предлагает новый супер хостинг на NVMe SSD-шках. Не только нам, но и вам предлагает, понимаешь, самое, что главное. Слушай, а я не отделяю нас от вас. От вас. Это все мы, все мы здесь, люди, которые наделены удовольствием и возможностью пользоваться услугами безлимитного и не только безлимитного хостинга Smart Tape.ru. Скоро твой блог про Smart Tape будет более великий, чем конференция Apple. А потому что феноменальный у них хостинг, феноменальная скорость у ВПС. Великолепный. Да, мы уже не первый раз рассказываем вам, что уже теперь есть на NVMe-шных SSD-шках, которые супербыстрые, запись до 2000 мегабит в секунду, чтение до 3500 мегабит в секунду. И эти SSD-шки, они напрямую в PCI-экспрессную шину вставляются, скорости выдают просто космические, поэтому обратите на это внимание. Причем, вот это, кстати, к моему вопросу, мне интересно, в Mac Mini в новых вот такие они? Или они вдруг опять распаяны на материнке и поменять нельзя? Тогда это будет полное говно. Но неважно. В общем, супер дата-центр DataPro в Москве. Все в соответствии с федеральному закону 152. Можно все сайты российские хранить, все данные будут храниться, и все классно. Никто к вам не подкопается. Любые тарифы, очень хорошие, гибкие цены. Возможность попробовать бесплатно в течение от 10 дней до месяца. На какие-то услуги даже месяц бесплатно дают. Поэтому приглядитесь, приглядитесь к этому. Можно выбрать кучу разных опций по ядрам, по гигабайтам оперативной памяти. Опять же, по клише хотелось сказать, что вообще SmartApe уже зарекомендовал себя на российском рынке как отличный хостинг. Кстати, да, особенно после перехода на новый дата-центр DataPro. Там вообще все классно стало. У них возможность есть теперь... Если вдруг вы хотите быть супермодным хипстером, можете и облачный центр обработки данных себе арендовать и замутить с каналом шириной до гигабита. Гигабит — это не хрен собачий. Это, в конце концов, гигабит. Это не так, конечно, как 10 гигабит в Mac Mini. Но слушайте, Mac Mini — это для ваших домашних сетей. Поэтому как бы тут такое. Ну да. Обязательно попробуйте SmartApe. Переходите по ссылке в описании. Выберите для себя что-то, что вам подойдет по цене и по качеству. Я вам ртом проговорю, что eubdesign.ru slash SmartApe. Это всегда ссылка, которая ведет вас в рай хостинговый. Конечно. Ссылка, кстати, реферальная. Можете помочь нашему проекту, купив хостинг через нас. Это всегда приятно и здорово. Спасибо вам. Кто купил уже? Спасибо всем. Кстати, да. У нас есть наши постоянные десятки, сотни тысяч человек, которые уже пользуются хостингом. Мы их видим каждый месяц. Можем практически по головам пересчитать, как в садике. Кстати, когда кто-то уходит, мы грустим. Я особенно грущу. Я прям вижу, что там усечкой 666 теперь не оплатил дальше хостинг, и это как-то грустно. В общем, переходим дальше все-таки к теме про Java и PHP. Александр Котрампас какой-то нам... Какой-то... Контрабас. Написал на Medium статью по поводу того, что Java убьет ваш стартап, а PHP его спасет. Здесь прикольная такая картинка. Худой чувак пытается столкнуть с умоиста, который его тяжелее раз так в 10, и как бы безуспешно, естественно, это делает. Ну, он тут сразу дает дисклеймер, что типа, чуваки, я вас просто заманил заголовком. На самом деле на месте PHP мог быть любой язык, типа Ruby, Python, Perl и так далее. Perl. А на месте Java, говорит, любое enterprise решение такое тяжеловесное для того, чтобы его развернуть, чтобы потребовалось там несколько месяцев и 20 специалистов. То есть это метафоры, в которых он говорит о том, что если у вас есть какой-то стартап, и вам нужно его быстрее вывести на рынок, не нужно использовать Java и там супер досвидостное enterprise решение, которое будет очень хорошо масштабироваться, потому что для его поддержки потребуется там большее количество людей, и это просто уничтожит ваш стартап на моменте становления, потому что высосет очень большие бюджеты. Ну, в общем, это ТЛДРочка такая получилась. А теперь, если спуститься все-таки чуть пониже, первые... С небес. То есть с Java. То есть с облачных центров вычислений Smart Tape. Вот. А он первый где-то, ну, может быть, треть, может быть, даже половина статьи славит PHP. Просто не с хрена. То есть он хочет много плохих комментариев получить. Ну, слушай, он достаточно это делает объективно. Причем, чтобы ты понимал, здесь вообще ни одного слова про JavaScript, например, нет. То есть чувак настолько... Не считает за язык. Да. Он настолько мыслит категориями, я не знаю, ну, допустим, 2К15. Ну, типа, ты имеешь в виду, вот это есть бэкэндовые языки, это вот есть фронтэндовые языки. А тут про фронтэнд даже вообще речи нет. Здесь настолько... Ну, вот тут как бы... Вот послушай, он пытается нам сказать о том, что... Вот, знаешь, он именно как бизнесмен рассуждает. Что просто, если вы стартуете на Java, то вам, чтобы стартануть, нужно условные полгода и 15 суперпрограммистов, которые вам спроектируют суперархитектуру на Java, все это поднимут, чтобы у вас был там минимальный продукт. А если вы стартуете с LAMP-стэком, то есть Linux, Apache, MySQL, PHP, ну, на месте PHP может быть там Python, там Perl, Ruby и другие обычные такие интерпретируемые быстрые языки, не которые как Java, типа, компилируются, и там нужно суперособые знания, а которые просто там пару шаблончиков бахнуло, нормально. Ну вот, он тут суперславит PHP, потому что на нем стартовал Amazon, Facebook, Wikipedia, как водится, о том, что PHP держит там 80% вообще всех сайтов, которые есть, о том, что PHP — это не просто скриптовый язык, там уже все суперхорошо, объектно ориентировано, все веб-технологии, типа, там, сокетов и так далее, естественно, там уже давно поддерживаются, PHP 7 уже намного быстрее, а PHP 8 обещает вообще сорвать всем башню, говорят о том, что Symfony и Laravel это, без сомнения, одни из самых популярных веб-фреймворков, а это PHP-шные фреймворки, естественно, рассказал про WordPress, причем он по бреду написал Word, пробел пресс. Ну, слово, да, слово печатание, все правильно? Вот, да, он говорит о том, что WordPress — это CMS, который доминирует и держит 60% вообще рынка CMS, который есть в мире, там, рассказал даже про WP Engine, WP Engine — это такой тоже, типа, хостинг-стартап техасский, вот, и он рассказал о том, что они там в этом году получили финансирование 250 миллионов долларов, причем здесь именно написано private financing, то есть есть паблик компания, есть private компания, типа, ZAO и OAO, вот именно это первая ZAO, которая в Техасе получила так дохрена денег, и там... То есть практически на карман чуваку главному ушло это? Ну, типа того, да, то есть это не то, что какая-то компания там купила, видимо, акции, и открыто там их может перепродать, там, ну, короче, я не в теме, именно вот этих бизнес дел, а он здесь на это прям сделал упор, что вот в PHP прям вкладывают, то есть это прям хрень, которая реально продается, в которую можно быть уверенной и так далее. Несмотря на все, говорят, шутки по поводу того, что там это несовершенный язык, там, что-то плохое, это все равно типа круто. Вот. Я причем перешел на ту статью, вот, про эту, про покупки, и даже все ее прочитал про VP Engine, и он там настолько наворотил, что там это победа мэра Остина, ну, это столица Техаса, это победа губернатора Техаса, он там вообще всех, и белочку, и травиночку, и листочек, вспомню, техасский, что вот это их победа, что такой крупный, такая крупная была сделка, совершена, такой, тут крупные такие инвестиции получила компания из Техаса, и она еще и вот вся про PHP. То есть это как бы вот он там супер славил, вот, но если опять же говорить о том, к сути, к сути, он говорит о том, что важна не технология, на которой вы делаете, а дизайн, дизайн именно архитектуры вашего приложения, вместо того, чтобы нанять 14 человек, которые вам круто запрограммируют на Java, и потратить 2 миллиона долларов в год, то есть если мы так посчитаем, то где-то 130 тысяч долларов, 130 тысяч долларов в год получают Java специалисты в Америке, лучше, говорит, нанять троих программистов, и одного архитектора за там 300 тысяч долларов в год, точнее двоих программистов и одного архитектора, по сотке, короче, нарыло, и вам намного быстрее и лучше выведут проект на рынок, уже он начнет зарабатывать, а потом вы уже это масштабируете, уже там, либо в микросервисную архитектуру это переделаете, там, либо еще как-то, то есть это, ну и тут у него куча метафор, что если мы фокусируемся на инструментах, а не на архитектуре, то мы можем в конце концов забивать гвозди тараном, в скобках Java, хотя молоток в скобках PHP был бы намного более приемлемым для этой конкретной ситуации, вот, ну и он говорит, если хотите построить небоскреб, надо, говорит, не таран брать сразу там, или его, кран, а нужно просто задизайнить небоскреб, и тогда у вас, типа, все получится, вы начнете с фундамента, там, ты-да-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, то есть он именно говорил о том, что любые компании, будь то там Amazon и Facebook, они начинали с PHP, там даже Wikipedia, но потом они масштабировали, что-то переписывали, что-то улучшали, ну он, конечно, это говорит с точки зрения именно бизнеса, потому что, как мы помним там из истории, тем же фейсбучным разработчикам очень дорогого стоило сделать вот этот язык-хэк. Виртуальную машину. Да-да-да, то есть, конечно, не так все просто, как он говорит, и не у всех это получится, то есть Facebook... Знаешь, что мне интересно вот очень сильно? В соседнем подкасте, там, где есть Умпутун, ну я просто скажу тому, кто вообще не в курсе, о чем речь, речь о том, что вот, например, есть какой-то финансовый проект, серьезный, то есть, короче, проект про бабло, да, можно ли такое, написать сначала на PHP, а потом перевести условно на Java даже, ну, переехать? Или это уже рискованно, и такое вот точно уже нельзя начинать с PHP? То есть, понятно, что это изначально, возможно, стартап, изначально ты как удочку закидываешь, возможно, у тебя изначально вообще никто не будет пользоваться твоей финансовой хреновиной, вот, а возможно начнут пользоваться, и ты какие-нибудь там неверные вещи сделаешь, или там тебе, не знаю, безопасность будет плохая, или еще что-нибудь, или не справиться, твое веб-приложение там, и умрет, короче, то есть, вот как интересно к таким серьезным вещам подходить, надо ли их на PHP начинать писать, или надо их сразу, суперкрутых программистов нанимать? Ну, слушай, вот, если мы говорим все-таки о стартапе, то мне кажется, в сущности не важно, о чем стартап, будь это стартап по какому-то, я не знаю, производству инвалидных колясок, будь это стартап по каким-нибудь там биржевым анализам, или будь это стартап по, я не знаю, по анализу медицинских данных. Мемов, я думаю. Ну, или мемов, да, тоже по уровню, так сказать, социальной значимости, они, в общем-то, могут быть разными, но по уровню финансовых моделей и так далее, все они, наверное, окупаются примерно одинаково, сначала там по чуть-чуть, потом там, а если мы говорим о крупных проектах, когда сразу хотят ввалить миллиард, чтобы там зайти на главную там, волл-стритную биржу и какую-то там хрень сделать, там, я думаю, все-таки, конечно, стоит сразу на джаве делать, а если мы говорим все равно о стартапе, который должен изначально стрельнуть, показать какие-то результаты, чтобы потом уже какие-то венчурные фонды в него ввалили денег, я думаю, что его советы имеют место для того, чтобы, типа, вы постройте сначала такую, хрень, если она заработает первые деньги, вам уже их дадут столько, условно говоря, что вы уже и на джаве перепишите, и на чем-то еще, но хотя бы ваша бизнес-идея сработает, и вы получите уже какой-то путь непосредственно в, ну, в бизнес-мир, как-то так. Знаешь, еще вот интересно, опять же, чуть-чуть отпрыгивая в сторону, раз мы уже говорим про джаву, вот вообще, опять же, да, твое мнение, смотри, всегда есть вот эти вот постулаты, ну, не постулаты, а вот наоборот, вот эти вот, как бы главные такие крутые языки, типа, джава, там, си плюс плюс, си, да, условно, ну, я не беру там, вот эти три, короче, языка, которые всегда все называют, вот, ну, вот стопудовые уже, вот, вот, если ты на си плюс плюс написал, ну, это уже вот все, это лучшаяшая просто, или на джаве, да, мне интересно, как, во-первых, чуваки додумались сделать вот такие крутые языки, которые все равно считаются самыми крутыми, условно говоря, да, почему другие языки, условно, руби, условный пайтон, условный php, не подтянулись, так скажем, не учли всех ошибок, и не учли, вот, вообще опыт, и как надо сделать, вот, как у джавы сделано, например, я понимаю, что это в силу, там, это динамическая типизация, там, не динамическая, и так далее, это понятно, ну, различие есть, да, вот, но, в принципе, то есть, посмотреть на опыт чуваков, там, понять, что сделать, как, что, что, кого, почему вот только джава и си плюс плюс, почему другое, там, условно, все равно в итоге будет, надо будет переезжать на, на джаву. Ну, давай так, у меня есть мнение на этот счет, во-первых, ты правильно сказал, принципиальное различие именно в типизации, и как следствие, ну, даже хрен снести типизации, либо языки компилируемые, либо они интерпретируемые, то есть, либо, чтобы программа PHP, пайтоновская, там, и рубевская работала, крутится уже программа, написанная на сях, интерпретата, интерпретата, который этот код на лету превращает, и так далее, а что касается самих си плюс плюс, ты их компилируешь с помощью, там, утилиты make, или, там, любого другого говна, и у тебя, получается, исполняемый код, который уже для твоей машины предназначен, будь это, там, серверы на CentOS, клиент на macOS и так далее, то есть, это у тебя уже исполняемый код, который на твоем компьютере конкретно выполнится, и будет это быстро делать, потому что он напрямую будет работать, там, с драйверами, с какими-то API-шками, типа, там, OpenGL и так далее, вот, Java — это нечто среднее между ними, то есть, это код, который, как бы, компилируется в bytecode, а этот bytecode, он выполняется в Java Virtual Machine, по факту, примерно то же самое, что интерпретатор, но, как бы, более низкоуровневое, поэтому более быстрое, и почему другие не подтянутся, я тебе, ну, просто, вот, те люди, которые делают PHP, ZendFont, или как там он, ну, как Zend, по-моему, он не называется, а, они считают, у них такой путь, то есть, если они считают своим промахом, они это считают своей фичей, это не баг, это фича, мы интерпрета... Но зато, типа, можно быстро, классно и легко начать. Конечно, зато тебе не нужно тратить время на компиляцию каждый раз, а тут, представляешь, тебе надо сбилдить это, грубо говоря, пока ты это билдится, если мы говорим, например, о билде компьютерной игры, можно не только кофе сходить попить, можно, я не знаю, вот... ну, там можно отдохнуть, там можно отдохнуть, да. Вот, поэтому здесь как бы у всего есть свои плюсы и минусы, и здесь они довольно-таки очевидны. а что касается, опять же, ну, допустим, сейчас есть Go, тоже такой компилируемый язык, тоже такой супер хипстерский, или Rust. Он тоже летает, между прочим, и вообще может вещи делать. Они летают, на них модно сейчас писать опишки вместо ноды, например, но будет возникать закономерный вопрос, а будет ли комьюнити так долго их поддерживать, чтобы, ну, как бы, чтобы это оставалось просто актуальным, чтобы какие-то уязвимости, там, открыли новую уязвимость, там, нулевого дня, там, я не знаю, какой-нибудь, именно которая просто всех программ касается. Нужно в каждой, соответственно, программе, в компиляторе, в интерпретаторе это пофиксить. А если этот язык уже заброшен, все, считай, его уже можно не использовать никогда, потому что, ну, его никто не дорабатывает. Потому что за... Ну, Go, условно, долго уже держится, да и Rust тоже давно уже слышно про него. Возможно, даже больше, чем Go. Ну, это не 40 лет, понимаешь? Ну, да, но я понимаю, не лист. Вдруг, вот именно, да, вдруг Google решит не поддерживать больше Go. Для их конкретных целей он больше не будет нужен. И все, язык по миру пойдет, и все стартапы там, и крупные проекты, которые на нем написаны, останутся на грани, так сказать, о чем нам теперь говорить. Вымирание. Да. Кроме этого, проблема поиска кадров. Людей, которые хорошо пишут на Go, условно, меньше, даже среди не олдов, хотя среди олдов тем более. А, кстати, они тут или нет? Я думаю, на месте, да. Так вот, в чат, кстати, если олды тут, пишите. Поэтому это такое, это всегда вопрос именно очень комплексный, и многие просто используют стандартные решения, потому что они просто проверены временем, если мы уже продолжаем журналистскими делать фразы. В общем, это целое дело, опять же, в соседнем подкасте. Да, с учетом того, что ты призывал высказаться всех, я с удовольствием тоже почитаю, посмотрю, что говорят вообще наши подписчики по этому поводу, потому что наверняка у кого-то есть прям практические применения, типа, вот мы там написали опишку на Go, а они взяли, выпустили новую версию, у нас все обрушилось, и мы потеряли там 100 миллиардов рублей в этот момент. Не знаю, посмотрим. Я ожидаю таких историй. хорошо. Идем к следующей теме. На самом деле, у нас сегодня, вот я так смотрю, не особо-то есть для дизайнеров что-то, поэтому у нас сегодня для дизайнеров просто расслабляющие, расслабляющие темки, вот типа следующие. MIT опубликовала результаты теста, в нем нужно было выбирать, кого можно спасти, а кого сбить, когда движется беспилотная машина. То есть вот она едет, короче, и ты можешь сказать, либо этой машине в канаву словно упасть, да, и убить всех, кто сидит внутренне, либо сбить тех, кто, собственно, идет. Тех, кто идет и преграждает ей путь. Наверняка многие видели это. Ты вот, Сань, проходил такую хреновую? Я точно проходил не в таком оформлении, как здесь указано, хотя, может быть, даже и в этом оформлении, я не помню. Но суть была такая же, там надо бы выбирать либо в отбойник, либо не в отбойник, там собаки всякие, убийцы, да, 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 это оно и есть. Это оно и есть. Короче говоря, сразу перейдем немного к результатам. Суть понятна, то есть, кого люди вообще жалеют, а кого люди не жалеют. И, естественно, почему я говорю про дизайнеров, потому что дизайнеров как раз не жалеют. Да нет, на самом деле, тут, естественно, больше всего жалеют, ну, подрастающее поколение, больше всего вообще жалеют колясочку с ребеночком, естественно. Строллер. Я несколько секунд вообще задумался, что такое строллер. Не понял, что это за рисунок. Вот здесь, видишь, на графике. Я понял по рисунку, да. Да, ну вот, короче, тем не менее, колясочку сбивать вообще никто не хочет. Маленькую девочку не хотят сбивать на втором месте. Маленького мальчика на третьем месте. Беременную женщину, соответственно, на четвертом, хотя странно, потому что, по сути, беременная женщина это почти что два человека. Практически строллер и вот, строллер и женщина. Ну, ладно, окей. Потом мужика-доктора не хотят сбивать. Фемейл-доктора, женщину-доктора, женщину-атлета, дальше чувака-босса какого-то, мужика. А, нет, женщину-босса, женщину-босса. Дальше мужика-атлета, потом мужика-босса. И дальше начинается уже тех, кого, в принципе, достаточно сильно сбивают. Достаточно сильно сбивают, например, широкую, раздавшуюся женщину. Еще сильнее сбивают раздавшегося мужика отвратительного, возможно. А потом, ну, уже достаточно подзбивывают, подзбевывают, то есть прям вот не жалеют. Бездомного чувака, бомжа, по сути, если на русские реалии переводить. Старика еще меньше жалеют, то есть, ну, бомж еще, видимо, может как-то, еще, ну, еще человек, а вот old man, он уже не человек. Дальше old woman еще хуже, видимо, для людей, сбивают. Это достаточно смешно, что старушки хуже, чем старики. То есть, везде, во всех остальных ситуациях, именно... Во всех остальных и женщины, да, побеждают. Смотри, смотри, докторов мужиков больше ценят, чем женщин. Да, почему-то чуть меньше. Там вообще, да, по понтам. А вот тут, а потом дальше сильный разрыв уже. И дальше еще смешнее. Дальше, во-первых, идут собаки. То есть, собак хотят сбивать меньше, чем следующих пацанов. То есть, чуваков, которые по криминалу пошли. То есть, каких-то там криминальных чуваков сбивают больше, чем собак. Ну, в смысле, не сбивают больше, имеется в виду, пожертвовали бы, скорее, криминальным чуваком, чем собакой. И почему-то кошек по полной сбивают максимально. И даже криминальный чувак, возможно, даже убийца, возможно, даже серийный убийца будет не такой жертвой вот этого автомобиля, как кошка, соответственно. Вот такая забавная стата. Забавная стата. Я помню, там были достаточно прикольные вопросы про то, что если у вас в тачке едут коты и собаки, и вы едете на стариков и на детей. Короче, там жесткая тема, жесткая тема. Если не проходили опрос, пройдите опрос. Это прикольно. Может быть, что-то узнаете о себе. Может быть, какие-то свои выборы сделаете для своей жизни. Я еще хотел рассказать, что в Prey такая есть игра Prey. Так вот, короче, в ней есть тоже выбор в самом начале, когда тебя, типа, ты просыпаешься там в лаборатории и все такое, и над тобой, типа, там, не то, что... Да, над тобой, типа, эксперимент происходит, и тебе надо, там, ответить несколько вопросов. Опять же, кого ты убьешь, там, кого ты собьешь, и там три вопроса, и один из них, типа, едет поезд, короче, им, типа, под поезд кинуть жирного чувака, но там это все именно тоже, типа, вот такой же тест, вот такой же закос, но это все, естественно, связано с сюжетом, потому что по сюжету жирный чувак это твой брат, как бы, и это специально тебе, типа, делают так, специально, чтобы ты плохо относился к своему брату, жирному чуваку, а в итоге оказывается, что жирный чувак нормальный. Ну, короче, в спойлер, пацаны, кто в Prey только начал играть, тем более, на хэллоуинской распродаже она по скидкам, возможно, вы только начали и послушали сейчас, и хотите теперь меня убить вместо жирного чувака. Ну, ты, главное, основных спойлеров не говори, потому что там вообще нормально, так я-то помню, мне-то ты рассказала, я-то же помню, где это было, где мы в парке шли. Вот, вот, да. Окей. Тема про спасение нас уже, следующая. Следующая тема про спасение нас, я немножко начну. У нас есть patreon.com slash uwebdesign, и если вы вдруг хоть чуть-чуть нас цените, скажем так, если вы вдруг считаете, что подкаст должен продолжаться, продолжаться в большем количестве с другими фичами, возможно, не только подкаст, возможно, еще какие-то ролики, возможно, еще какие-то цели, которые все у нас указаны на patreon.com slash uwebdesign, возможно, вас что-то здесь прелестит, просто зайдите, просто зайдите на patreon.com slash uwebdesign, прочитайте, что из этого вам нравится, тем более, что для, конкретно для патронов, для чуваков, которые хоть чуть-чуть занесли бабла, есть всякие прикольчики, приколюшечки, для кого-то даже открывается доступ к отдельному чатику в телеграме, можно с нами просто посидеть, початиться, даже предложить темы, которые, скорее всего, мы рассмотрим в подкасте, потому что патроновские темы, как известно, это, ну, святое, патрона обидит каждый, как художника, поэтому мы их всячески любим, на самом деле, и рассматриваем их темы практически в первую очередь. Вот. Есть ли что-то у тебя еще сказать по поводу, есть ли какие-то новости вообще на нашем патреоне.com slash youwebdesign? Слушай, ну, мы преодолели, так сказать, психологическую отметку в 200 долларов в месяц, но мы, правда, ее преодолевали уже как-то раз, вот, но сейчас мы ее обратно наверстали, и я надеюсь, что мы хотя бы первый гол до Нового года с тобой достигнем. Я просто сейчас установку даю в космос, да, посыл такой, чтобы мы каким-то образом это отметили, хотя бы до 200-го выпуска, чтобы мы их заработали, хотя на самом деле 200-й выпуск, там кто-то уже просчитал, если не будет вообще перерывов в подкасте, то он выйдет 28-го февраля 2019-го года. 28-го февраля? А будет 28-го февраля вообще? Или там уже по мая или до 16-й? Напомню, 28-й всегда есть, это 29-й будет или не будет, а 28-й есть всегда. Ну ладно, хорошо, но подожди, во-первых, кто знает, кто старички, кто алды тут, знает, что мы записывали обращение на Новый год и так далее, так что, пацаны, если вы, ну и дамы, соответственно, если вы подсуетитесь по баблу, то мы в хорошем настроении вам на Новый год позаписываем всякого дерьма, возможно, опять поем ко мне на дачу и будем в холоде, в голоде там записывать поздравления у елочки. Это, в принципе, всегда можно, машина есть, дача есть, фу-ть-фу-ть-фу, все есть, поэтому, короче, все можно сделать. Вот, так что, чуваки, чуваки, patreon.com slash ewebdesign Обязательно, это самый, самый приятный для нас способ вашей поддержки. Следующая тема у нас опять про Apple, так или иначе, про гаджеты. Вот, мы ее как-то раз в этом подкасте уже затрагивали, в том смысле, что мы обсуждали, что Apple ввела такую хреновину, начиная с прошивки 10. не соврать бы, 10.2.1, 10.2.1, они добавили такую функцию, которая уменьшает частоту тактового процессора для того, чтобы меньше жралась батарея и не выключался, и он и не разрешал, не разряжался. То есть, какая-то хреновина, какая-то штука внутри, уже не знать, какая-то утилита внутри самой прошивки, она прочекает состояние батареи, если батарея там ниже там 70 или 60 что ли процентов, уже ее health, battery health, так, тактовая частота процессора уменьшается, причем там чуть ли не перманентно, ну то есть до замены батареи, как только ты меняешь батарею, опять все нормально становится. И Apple, они вынуждены были обнародовать эту информацию в конце 17-го года, потому что какой-то там чувак это посчитал просто через какую-то программу, то есть там были какие-то программы, через попугаев, да-да-да, которые частоту показывают, Geekbench или что-то типа того, и хоп, и частота ниже заявленной там чуть ли не в два раза, ну и Apple пришлось ответить, сказать, что это все на благо пользователей, кстати, не в конце 17-го, в начале 17-го, на благо пользователей, потому что вот лично у меня, у меня телефон на морозе сразу просто минус 20% там в 10 минут и выключается, и потом заходишь в тепло, и он уже хоп, включается, уже сразу там показывает 10%, причем эти 10% вообще полдня могут длиться, то есть... Как на одном проценте жить можно, Вот, да-да-да, то есть это странная хреновина на самом деле, и, ну, я понимаю... Подожди, ну, слушай, ты его сейчас прочитал, опять же, и хочется чуть-чуть защитить Apple, по крайней мере, ну, чуть-чуть, а вдруг в натуре для пользователей, а вдруг реально, когда у тебя плохая батарея, то зачем тебе, чтобы процессор пахал в полную мощь, то есть, чтобы у тебя еще сильнее все разряжалось, чтобы вообще ты не мог трубкой пользоваться? Ну, я думаю, что, продолжая тему с журналистскими штампами, истина, она где-то посередине, потому что, я думаю, что, с учетом того, что у Samsung подобную же штуку нашли, их тоже оштрафовали, вообще, суть новости в том, что... Посередине между Apple и Samsung, смешно, 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 новость в Италии, Apple и Samsung были оштрафованы на 10,5 миллионов евро, соответственно, то есть, на 10 Apple, на 5 Samsung, причем, Apple еще и обязали на Apple.it, ну, видимо, Италии, ну, хотя бы, я не знаю, Apple.it или нет, короче, на Apple.com.it обязали указать, что, типа, чуваки, у вас будет там разряжаться телефон, чуть ли не нотис поверх всего, вместо того, чтобы получать уведомления, чтобы всем так же всплыло, что какие-то эти батареи у вас будут разряжаться от того, что они там долго используются и там... Ты знаешь, я вот сейчас зашел на Apple.com.it, то есть на итальянский. Мне очень нравится, что весь итальянский, вообще, язык итальянский, он звучит так, как будто я реально, какая-то у меня полная фиеста происходит. Тут все полное imagina, quello, che poi, fari. Но суть не в этом, суть в том, что... Вот смотри, почему именно в Италии? Мне интересно. То есть, типа, это что-то... С чем это связано? С тем, что макароны они делали в этот момент у них разрядилось? Или что? То есть, я как бы пытаюсь понять, почему только там, а почему в России не написали, окей? Ну, вот где штрафовали, там и написали. То есть, тут ситуация была такая, что... Ты имеешь в виду, когда тебя штрафовали, что на жопе написали, как говорится? Вот, как-то так. То есть, они именно, их заставили здесь написать, потому что здесь их оштрафовали. На всех остальных их не заставляли, они, естественно, это и не будут писать. Хотя, в любом случае, ну, как бы, журналисты, они такие, это все равно облетело весь интернет, и везде об этом стали говорить, и поэтому... Всю всемирную паутину? Всю, да, всю глобальную сеть интернет. Поэтому... Кстати, сразу хочется сказать, что Apple, они на самом деле, вот после того, как это все произошло, они уменьшили стоимость аккумуляторов с 79 до 20 долларов для замены в устройствах без гарантии. То есть, по гарантии их просто так меняют, без гарантии, с 80 баксов до 30 снизили, это, грубо говоря, но только для нескольких моделей смартфонов. Конкретно тут в новости не указано для каких. Ну, допустим, там, для старых каких-то, то есть, там, для шестерок, там, 6S, может быть, там, 5S, что-то вот в таком духе. Вот. И в том числе они добавили какую-то настройку, типа состояние батареи, в котором можно отключать вот эту штуку, чтобы, типа, не уменьшалось у меня. Вот я, кстати, ее захожу, написано состояние аккумулятора в скобках бета. И у меня написано, что максимальная емкость моей батареи сейчас составляет 87% относительно нового. Вот по ощущениям 10% относительно нового. Нормально. Нормально. Вот. И тут написано, этот айфон неожиданно выключился, так как аккумулятор не мог обеспечить требуемую пиковую мощность. Чтобы помочь предотвратить такие выключения в будущем, была включена функция управления производительностью. Ее можно выключить. Прямо здесь кнопочка есть выключить. И тут написано, если ее отключить, устройство может неожиданно выключаться. у меня она включена, но она все равно выключается. Они не думали, что ты будешь выходить условно по холоду в России за сигаретами, опять же, и вытаскивать, и звонить. Алло, тебе какие взять? ментоловые? И у тебя сразу выключаются. С кнопки, да. С кнопкой или нет? Все? Ну, это реально просто неприятно. То есть, я иду, слушаю музыку, достаю телефон, чтобы ответить на смс, например. Нихрена, то есть, ты еще пользуешься смс. Опять же, тест на возраст не прошел. Телеграм просто. Я пользуюсь присказкой про смс. Поймал меня, подловил, да? Ну, неважно. И он у меня просто заряд тает на глазах. Причем, во-первых, как снежинка тает прямо в моих руках. Суть, тест на возраст опять же не прошел. Я к чему? К тому, что первые, допустим, пять минут он еще держится, пока он охлаждается. Но как только он охладится, реально, по одному проценту заряда за 10 секунд, просто это видно. Это надо на видео снимать. Это реально как-то вот так. Убираешь карман, примерно останавливается. Садишься в маршрутку, нормально вроде останавливается. Только он охлаждается, опять та же самая история. И непонятно, почему. 87% это где-то не 50. Я про емкость батареи. Ну, короче, это вот вторую зиму подряд я мучаюсь. И, видимо, в эту зиму я все-таки сменю аккумулятор. Я просто почему не менял, потому что я, честно говоря, не верю, что китайские аккумуляторы сильно какой-то эффект дадут. Мне кажется, может даже хуже стать. Ты имеешь в виду, ты ставишь, а там еще хуже хелсы. Ну нет, хелсы там может и 100%, но там какой-нибудь литий не тот, или ионы не те, и полимеры не те, я не знаю. Понятно, в общем, прославили себе полимеры. Вот да. Окей. Ладно, переходим дальше. Пойдем дальше. От каких сотрудников избавляются в первую очередь? Написано у меня в слайке. Мнение работодателей. Здесь действительно на Вайсере несколько работодателей высказались по поводу вопроса, вот от кого надо вот реально избавиться в компании. Кто не нужен в команде? Кто не нужен в команде? Здесь крутые чуваки. Начнем с вице-президента Mail.ru Group Анны Артамоновой. Не, как вы думали, что Алишера Усманова, нет? Анны Артамоновой. Начинают говорить, что в первую очередь избавляются от токсичных сотрудников. Здесь, кстати, очень сильно используется слово токсичный вообще вот в этой статье. Такое чувство, что все вице-президенты Mail.ru Group Aviasales и Sports.ru смотрят на Твиче стримы и какого-нибудь условного лирика, где он постоянно говорит таксик слово и использует. Или, я не знаю, они Бритни Спирс слушают. Я не знаю, потому что слово токсичный используется практически в каждом отзыве о людях. И тем не менее, Анна Артамона, вице-президент Mail.ru Group говорит, токсичные пессимисты, которые не верят в успех проекта в целом или скептически относятся к менеджменту проекта, критикуют его решение за глаза. Вот такие чуваки не нужны, потому что они, естественно, всех демотивируют. Естественно, особенно люди, которые, знаешь, пользуются успехом у коллег, то есть там, ну, какие-то харизматичные чуваки, возможно, чуваки, которые шарят очень сильно. Если они токсики, если они, короче, такие, знаешь, ну, не подсказывают, а наоборот, хотя те, которые не подсказывают, а наоборот, они вряд ли пользуются, конечно, авторитетом у людей, но в основном всегда люди, которые все-таки помогают и рассказывают и показывают обычно с авторитетом на работе, но тем не менее, если ты чувак, который типа такой звезда условно, звезда на работе и ты постоянно всех демотивируешь, что ты не нужен, какой бы ты звезда не был, опять же. Во-первых, я хочу сказать, что откуда они знают, что их критикуют за глаза, это значит, еще какие-то есть крысичные пессимисты. Крысичные еще есть, да-да-да. Это первое. Второе, по поводу токсичного, возможно, какой-нибудь Тед Ток был или какой-нибудь Тони Робинс приезжал и он рассказывал именно, что вот токсичные люди, а весь топ-менеджмент IT-компании... А он все-таки твичный. А он, да, он-то смотрит твич, понятно, он и есть твич-стример и саунд-клод-продюсер. И Майнкрафт-стример. Вот, да. Поэтому они все как бы ходят на Тед Токи, все это, для них это как бы само собой разумеется, вот где-то там. Ну, как в туалет. Да, с той же периодичностью, согласен. Ну, и результатом. Вообще, дальше она же продолжает, вице-президент Мэйлору Групп, напоминаю. После токсичных идут сотрудники с отсутствием результата, которые не нужны, которых надо уволить. Люди, которые не в состоянии довести до конца сколько-нибудь значимый проект или даже его часть. При этом они могут быть очень неглупыми или даже слыть экспертами в какой-то области. Вот. И, значит, один из признаков такого сотрудника, обычно вы узнаете о том, что установленный срок не выдерживается, строго в тот самый момент, когда он настает. Ну, или за пару дней, если поинтересуетесь. Если это повторилось больше трех раз, не ждите, что в четвертый будет по-другому. Вот. Так что, вот таких вот не любят в Мэйлору Групп. Далее, руководитель сервиса для поиска дешевых авиабилетов авиасейлс. Кратко перечислил, ну, и он, собственно, это написал практически тезисно. Макс Коренов написал, лгущие чуваки не нужны, абсолютно. Потому что, как только лжешь в рабочих отношениях сразу проект становится весь такой, знаешь, из-за лжи состоящий, там, непонятно, что на самом деле мы, куда мы двигаемся, и что мы делаем. Неисполнительные чуваки, ну, это практически как в предыдущем, в предыдущем постулате, да, токсичные чуваки, напоминаю, TED Talks, Twitch Streamer, Minecraft. И остальные, ну, это там просто не понравилось, если тебе что-нибудь, Макс Украинова лично, вот. Алексей Зарецкий очень кратко написал, это чувак, директор онлайн-турагентства Травалета, между прочим, генеральный, или Травелата, скорее, Травелата. Травалета. Негативщики, которые во всем видят негатив и распространяют его вокруг себя, они, как яд для компаний, ну, не было токсичного, ничего-то не использовал, медленно, наверное, отравляют среду и подрывают мотивации людей в организации. Ну, слушай, а яд он какой? Яд он токсичный. Токсичный, соответственно, соответственно. Дмитрий Навоша, этот чувак, видимо, знакомый, не понаслышке с Дудем, потому что это основатель, генеральный директор sports.ru, говорит, он очень классно пишет, у него такой хороший слог, он пишет, что мы, говорит, в sports.ru и betting insider стараемся развиваться, оставаясь максимально плоской демократической компанией. Он как бы сначала говорит, что вот мы такие крутые, значит, но кто у нас не приживается? Это такие чуваки, которые у самого мотивация плохая, самостоятельность плохая, то есть не самостоятельные чуваки, способность доводить начатое до конца, как уже выше говорилось, да? То есть он говорит, что у нас все чуваки, их торкает. Вот как он пишет, опять же, не прошел на возраст тест, он говорит, если у вас не драйвит желание прокачивать знания, то, значит, вы нам не нужны. То есть если ты реально не кайфуешь от того, что делаешь sports.ru, да, вместе с Дмитрием Навошей, все, ты не нужен, ты не нужен. Скорее всего, тебя даже не возьмут. Далее, Александр Ларьяновский, чувак из онлайн-школы английского языка Skyeng. Два типа худших сотрудников выделяет, которых нужно нахрен уволить. Первый, эмулирующий экипучью деятельность, то есть знаешь, такой чувак, который типа что-то делает, на самом деле в итоге ничего, вот, но зато хорошо отчитывается еще, что вот сделал то-то, сделал то-то, значит, говорит правильные слова руководства. Второй типаж, тот чувак, ну, опять же, токсичный, видимо, любитель интриг, сплетен под коверной борьбы. Это те, которые наоборот сдают тех, кто токсичный, короче, его я понял. Вот просто должны быть вот эти люди, и их-то ведь не должны хотеть увольнять, потому что они же все-таки, ну, сдают, как бы. Сдаете или сдаетесь, как говорил нам преподаватель по мотоанализу. Так вот, что еще? Алексей Захаров, superjob.ru, чувак, говорит, в первую очередь стоит избавляться от тех, кто на одни и те же грабли наступает три раза. Если мы говорим о современных высокотехнологических компаниях, технологичных, то нужно избавляться от тех сотрудников, которые не получают удовольствия от работы. Они и сами зря штаны просиживают, и на других дурно влияют, заявил Алексей Захаров. Ну, и вот один из развернутых ответов. Основатель проекта антирабства, не знаю, что это за проект, Алена Владимирская, написала развернутый такой ответ, короче, про то вообще, что именно, кого именно нужно уволить. Она сначала говорит, что вообще, очень часто, типа, чуваков надо убрать тех, которые просто тупо бесят. Ну, то есть, тупо не нравятся. Говорит, вот именно есть люди, вот которым реально, смотришь на него, разговариваешь, общаешься, импонируешь человеку, да? А есть чуваки, которые вот не нравятся они. А таких людей надо тоже... Как они попали в компанию, если они не нравятся уже изначально? Ну, видимо, не знаю, ты попал в один проект, потом попал в другой, и там ты никак с менеджером условно не ужился, там, я не знаю, или, ну, это тут другой вопрос, как ты уже нанял его, конечно, это уже тоже, да, но, возможно, знаешь, до того, как ты нанял, ты не понимал, какой он будет, на самом деле, да? Вот, а тут ты понял. Ну, такой ты тогда и основатель проекта, если ты не понимался. Такой ты и HR, да, да, ну, и тем более, да. Вот. Поэтому работодатели часто избавляются от тех, кто им просто по какой-то причине не по душе, говорит она. Хотя это никогда не станет официальной причиной увольнения. Конечно, нельзя сказать, что здесь речь идет о каком-то едином типаже или этим сотрудникам чем-то хуже других, этих сотрудников, просто так получается. Вот, говорит она. И Анна Паршина, HR-директор Rambler Group, говорит, что у нас просто нет необходимости формулировать такие критерии, говорит она. Отчасти это связано с высоким качеством команды, отчасти с тем, что Rambler Group работает в сегментах с высокой конкуренцией за хороших профессионалов. А что сейчас вообще делает Rambler Group, собственно, чем они занимаются? Ты знаешь, Сэн? Слышал что-нибудь про них, вот где-нибудь у тебя пролетало, типа, а Rambler Group на самом деле делает World of Water. Слушай, я больше чем уверен, что они внедряют какие-нибудь там, опять же, хипсерские хреновины, типа там, я не знаю, распознавание там, пердежа по запаху, или как, ну, я сейчас просто высрал из воздуха это, но... недавно какое-то я смешное по поводу распознавания пердежа по запаху, что-то сравнительно с этим, но чуть менее прикольное, так вот, это, короче, по-моему, чуваки сделали хреновину, которая просчитывает, ну, тоже типа там, искусственный интеллект, который убирает квадратики, короче, убирает квадратики, цензурированные на письках, на попках, на сиськах, как тебе такое? Торисовывает. Слушай, я считаю, что это как-то связано с Rambler Group, ну, не иначе, как их след прослеживается, но вообще, вот я загуглил именно по новостям Rambler Group, команда Rambler Group заняла пятое место на шахматном турнире в... почему бы и нет? Компания Rambler Group стала четвертой на Кубке Медиа по мини-футболу. Ты имеешь в виду кубок отеля по дартс они взяли или че? Видимо, да, ну, тут, давай, справедливость ради, Mail.ru Group превратит кинотеатры в развлекательные хабы и объединит их под брендом Okko. То есть, они занимаются именно агрегацией онлайн-кинотеатров, я так понимаю. Хотя, может быть, и в том числе оффлайн, потому что вот здесь есть новость о том, что Rambler Group проведет ребрендинг киносетей после принятия новой стратегии. И здесь реально Cinema Park нарисован, фотография. То есть, они скупают все кинотеатры для того, чтобы как-то сделать какой-то там один кинотеатр с названием Ну, Okko. Okko, реально. Это про оффлайн-кинотеатры. Их разные бизнесы, в том числе и оффлайновые, поэтому, я так понимаю, они уже все. Понятно, понятно. Окей, ну вот такие мнения. Саня, ты, если бы ты был директор Mail.ru Group, условно, ты бы каких? Токсичных увольнял все-таки? Или тех, кто жалуется на токсичных? Слушай, вот мне хочется сейчас именно быть таким суперсправедливым чуваком, звездой, так сказать, нашего подкаста. Всех увольнял зрителей, да, и сказать, что я бы увольнял крыс просто. Я бы еще говорил тем людям, причем публично, которых скрысили, и потом еще смотрел, как их на парковке там подкарауливают, как бы, да, и вот это все. То есть, на самом деле, опять же, если бы мои деньги от этого зависели, то я бы наверняка подумал еще по этому поводу, потому что всегда есть шанс, что токсичные люди реально в общем и в целом там уменьшают какой-то КПД там, команды, ну, типа, они не нужны, правда. Ты имеешь в виду, что скорее все-таки они хуже, чем они что-то помогают и что-то делают? Ну, конечно. То есть, допустим, они реально там гениальны в каких-то технологиях, но технологии, это же как бы все равно там не ракетная наука, если мы говорим про Рамблер групп. Ну, да. В технологиях кто может разобраться? То есть это, ну, там вопросы документации, базы и так далее. Я лучше уже существующую команду отправлю на курсы повышения квалификации, и у меня в общем и в целом будет более топовая команда, чем я буду держаться за двух-троих токсичных чуваков, которые, они, может быть, круто все делают, но их всего трое, к сожалению, и они от плохой атмосферы в компании демотивируют других людей, и все остальные двадцать не работают, а они как бы втроем все равно не смогут вытянуть тот объем работы, который сделают двадцать человек, которым все нравится на работе, которые там готовы будут, я не знаю, ну, кранчить, это смешно сейчас, но готовы будут просто с удовольствием работать, когда ты работаешь с удовольствием, у тебя часы не тянутся, ты горишь на этом, и выдаешь хороший результат, поэтому мне тоже кажется, что, в общем-то, в таком, в правильном направлении говорят здесь все генеральные директоры, основатели и прочие руководители и вице-президенты. Видимо, не зря там сидят. Не зря сидят, согласен. Давай, что там еще? У нас, похоже, тема Apple, она красной нитью, абсолютно, абсолютно красной и радужной нитью протекает, собственно, через весь подкаст. Золотой, как новый MacBook Air, нитью. Как зубы. И как руно. Тест на возраст сейчас. Я думаю, сейчас нынешние дети не знают даже, о чем сказка. Золотое руно. Вот. Кстати, плюс чат, если знаешь, о чем сказка, золотое руно. Про дизайн электрокардиограммы в Apple Watch. Новость на Вайсере. Александр Эревиако, автор этой статьи, он ровно в пять вечера ее выложил, я думаю, по таймеру как-то сделал все-таки. Не думаю, что он сидел прям и... Сейчас вот будет пять, нажму опубликовать. Нет, нет. Все мы знаем, что в Apple Watch Series 4 добавили функцию снятия электрокардиограммы. Так. Одной рукой, ну, на одной руке у тебя, грубо говоря, датчик, Сникерс, правой руке Марс, я понял. Маленький сникерс, да. Короче говоря, на одной руке у тебя Apple Watch, который сенсором светит тебе в руку, второй рукой ты прикасаешься к колесику и между двумя руками меряешь, так сказать, дугу. и типа получается... пока это сейчас звучало очень странно, если честно. Ну, это так работает. То есть, там нужно, ты второй рукой присоединяешь палец к колесику, к этому, и он меряет тебя. И потом утром вышла черепаха, и после этого... Главное, чтобы сразу черепаха не вышла. В общем, ТЛДРочку, то это максимально неточное измерение кардиограммы, которое ничего общего с медициной, так скажем, не имеет. То есть, ну, шутка ли, на самом деле, Apple, они не получили сертификацию на эту функцию. То есть... Даже в Америке? Даже в Америке. Она получила всего лишь статус информационный. То есть, грубо говоря, это, ну... Не медицинский. на медицинскую не претендует. Ну, и здесь немножечко истории о том, что сердце — это мышца, чтобы её измерить, там... Даже в зависимости от того, под каким углом у тебя висит сердце в организме, уже будет разная кардиограмма. Именно поэтому даже на старте, так сказать, изобретений кардиограммы снимали с трёх пар электродов. То есть, было три дуги между руками, между ногами и между сердцем. Ну, давай так, на самом деле, я соврал. Первое отведение — это между правой и левой рукой. Второе отведение — это правая рука, левая нога. И третье отведение — это левая рука, левая нога. Грубо говоря, все эти отведения проходят через сердце, они дают разные графики. по одному графику ты смотришь, насколько у тебя сердце смещено, по второму графику смотришь ритм, по третьему графику смотришь что-то ещё. Именно на самом деле с вот этого изобретения вообще началась такая наука, как кардиология и такая сфера медицины. Поэтому это как бы даже на старте в 1903 году, то есть, больше ста лет назад, измеряли по трём отведениям. А здесь измеряют по одному. Окей, современно достаточно. Вот да. Единственное, что можно по нему понять более или менее наверняка, это ритм. Ритм можно и по пульсу понять. Ну ты серьёзно, с каким ритмом бьётся сердце, понятно и по пульсу. Поэтому кардиограмма в данном случае просто красивую линию тебе может нарисовать. И всё. И не более того. А смотри, ну а хоть что-то можешь ты понять? Вот хотя бы, знаешь, если ты уже совсем запущенный случай, например, тьфу-тьфу, не ты, а в смысле абстрактный ты. Допустим, у тебя вообще всё плохо, но ты до часов это не понимал. Надел часы. Поймёшь, что у тебя всё плохо или нет? Ну, слушай, вот 12 отведений сейчас стандарт в медицине. Не одно, а 12. Так. На старте было 3, а тут одно. По автору и по комментаторам, там в комментаторах ещё пришли люди, ещё автору умудрились носовать, где он там неточности допустил. То есть там жёстко. Супермедики, да. Можно определить только лёгкую степень аритмии, и то, если ты попадаешь в 60% людей, у которых электронная ось сердца такая же, как у большинства. Потому что там есть мало того, что реальная ось сердца, под каким, грубо говоря, углом она находится, там ещё в зависимости от того, какая половина сердца у тебя мощнее, электронная ось, это как магнитный центр практически, он может быть у тебя смещён. Ну, не у тебя, а у чувака. Чфу-чфу-чфу, опять же. Вот. Но это там о разных патологиях, говорит, там не патология, но опять же, ну нет. То есть максимум, что можно понять, это если реально у тебя уже там, а ты отъезжаешь, и у тебя сердце бьётся там раз в 4 секунды, причём то раз в 4 секунды, то раз в секунду. То есть вот на таком уровне и всё. Ну, то есть автор, между прочим, попытался найти и плюсы в таком подходе. Ну, то есть, что по факту фича нерабочая. Плюс лишь в том, что другие, так скажем, компании, которые реально уже медицинские, они увидят, так скажем, что есть на это спрос, им инвесторы дадут денег и реально изобретут какие-нибудь хреновины, которые всё-таки, как ты уже говоришь, надел и сразу понятно, там, плохо или неплохо. То есть, что вся индустрия в целом получит какие-то инвестиции, потому что станет видно, что люди покупают именно там новый Apple Watch с комментарием, блин, хоть кардиограмму с мерой, наконец-то там, не будет у меня проблем с сердцем, там, и так далее, и тому подобное. то есть, что просто, это старт, это старт вот таких вот портативных медицинских девайсов, которые теперь уже будут реально дорабатывать, более ответственно к этому, вот это типа плюс, а во всём остальном мы видим типа маркетинг, и самое главное, что тут, статья-то называется про дизайн электрокардиограммы, тут он о том и говорит, а на дизайне показывается, будто там супер всё реально, супер всё красиво, и супер всё достоверно. Да-да-да-да-да-да. И типа он упрекает дизайнера, что они в этом участвовали, и сделали такую хрень, абсолютно не разбираясь в предметной области, которая, грубо говоря, имитирует, ну, реальность, а на самом деле реальностью не является, типа это полное говно. Здесь, кстати, есть картинка в конце, что под кардиограммой, что подпись. Эта кардиограмма не показывает никаких знаков этих артериальной фибрилляции. Ну, то есть, фактически, каких-то проблем там с сосудами, ну, то есть, практически, эта кардиограмма не является реальной. Вот такая просто подпись. Нормально, нормально. Опять же, говоря о том, что это дизайн должен быть правильным, единственное, что эта кардиограмма, она немножечко определяет это ритм. И, типа, должен быть такой дизайн, соответственно, ты её провёл, у тебя большая всплывающая хрень, типа просто ритм в порядке. Или там ритм не в порядке. У вас учащённый пульс. Да, обратитесь к врачу за консультацией. То есть, всё. Вот это, говорит, единственное, что на самом деле может быть что-то быть. И вот как-то... Понятно, понятно. Окей, ну, это вообще интересно, конечно, что... Тут, видишь, моральная дилемма. То есть, ну, типа, это же реально уже связано со здоровьем. Вдруг реально какие-то люди будут ориентироваться на это и думать, что у них всё нормально, например. Вот это самое страшное, именно думать, что всё нормально. То есть, ну, ладно ещё и по хондрике условные, да, будут, короче, каждую секунду говорить, что у меня Apple Watch показывают досвидос. Это ладно. А вот чуваки, которые не будут, будут думать, что всё хорошо, Apple Watch ничего не показывают, значит, всё нормально, а значит, всё нормально, это вопрос, а там ничего не нормально. Это страшно, если честно. Окей. Ну да, я понимаю о чём-то. Тут, мне кажется, только время уже рассудят. Посмотрим, что в итоге будет. Угу, нормально, в рифму достаточно. Ну всё, давай дальше пойдём к следующей хреновине. Там сайт, который у меня, между прочим, я хотел его посмотреть, но он у меня не грузится на хрене вообще никак, не хочет. Да, ну нет, он у меня на Safari грузится, но здесь настолько ничего не понятно. То есть, тут, кроме того, что есть курсор, который, естественно, изменён, подменён, и вообще там куча анимаций и всякого такого, ну я давай, я тебе могу пошарить экран на Skype, чтобы ты посмотрел, как это выглядит. Погоди, я только закрою, просто даже вкладка очень тяжело закрывается. Возможно, чувак, который нам предложил это на сайте, по Тато, он хотел просто, чтобы у меня крашнулся подкаст, и мы ничего не записали. Ты думаешь, это саботаж просто такой? Я думаю, да. Но у тебя появилось? Так, мне нужно зайти сначала в Skype, что у меня появилось, и у меня тут достаточно наркомания появилась, причём на русском. Да, у них здесь есть английский и русский, то есть, это российская компания, вот. У них здесь есть просто вот, ну, кнопочки там, о нас, например, хоп, и открываются какие-то страницы. Это интересно, у меня лагает, потому что Skype ты передаёшь, или у тебя тоже лагает? У тебя вообще 60 FPS? Ну, не 60, может, 45, то есть, не сильно лагает, так что это у тебя, потому что Skype. Окей. Вот. Я вижу, ты зашёл, тут достаточно такие решения дизайнерские, интересные везде. Ну, тут у них ещё музыка на самом деле идёт, на сайтецком, я её, естественно, не слышу, причём не знаю, почему, по идее. Вот это я видел, я загрузку видел, спиннер у меня, крутился вот этот великолепный, а остальное как бы... А, вот музыка, вот она. Не знаю, играет она или нет, что-то я не слышу. Короче говоря, ой, док вылез, сейчас я его уберу. Я тоже его вижу там. Тут у них лындухи есть именно, ну, то есть, у них есть именно, по факту, это сайт студии, они презентуют свою работу, они говорят о том, чем они занимаются. Они занимаются веб-приложением, отдельно дизайном, отдельной разработкой, веще создаём веб-сайты, создаём приложение, космический дизайн, наши компетенции. При этом у них есть управление скроллингом. И это очень смущает, потому что об этом нет никаких упоминаний, так скажем. Ну, ты не понимаешь, что если ты куда-то проскроллишь, то что-то изменится. А потом ты случайно вдруг скроллишь, и меняется. И там происходит. Да, может быть, как-то я могу ориентироваться вот по вот этим штукам, то, что у них тут справа какие-то, ну, меняются. Но, опять же, они, это просто ссылка на их работы. То есть, это уже именно перечень, так скажем, работ. Это не скролл. Поэтому... Они сделали что-нибудь такое, что мы знаем, там, для чего-нибудь? Вообще, в портфолио там у них есть что-нибудь? А есть ли мобильная, кстати, версия вот этого всего? Вот этого изобилия? Ну, как бы, оно что-то скейлится, чутарик. Вот. И, типа, даже, ну, то есть, очевидно, есть. Отвечая именно на твой вопрос, есть. Но скролл тут уже не работает. Но, на мобильной версии это не назвать, ты имеешь? Да, потому что вот тут все подтупливает как-то, скролл не очень. То, что подтупливает, я вижу вообще прекрасно. Остальное, как бы, такое. А компании, контакты, дизайн? Ну, давай попробуем. Вакансии у них даже есть. Обалдеть. Ну, давай посмотрим. пойдем? Именно. Смешно. Я попробую сейчас перейти в веб, в мобильные приложения, посмотрим, есть у них тут портфолио или нет. в футбере рестораны. Вот такое у них есть. Не в курсе, не знал такое. А и все. Ну, они тут говорят, что они свифт используют, все, у них супертехнологии. Платун. В основной агрегатор для дизайнеров, позволяющий отслеживать мировые тренды. Платун. Drive X какой-то. Ну, отвечая на этот вопрос, знаем ли мы что-то, видимо, ничего мы не знаем. Geeks TV. Смотрите более чем полтора миллиона игровых стримов с ваших любимых сервисов. Twitch, Hitbox, Good Game на Apple TV. Ну, ладно, понятно. То есть, они типа крутые, чуваки, но не совсем понятно, что именно они сделали, и не совсем понятно, для кого они свой сайт сделали. Они много клиентов, я думаю, потеряют именно от того, что у них затупит просто и не откроется это все. Интернет-магазин. Кстати, сайт, корпоративный сайт спортивного рекламного агентства Ленинград Медиа они сделали. Там еще шнур везде. Нормально. USA Today. Такая газета. Обновленный дизайн они им сделали. Охренеть. Orsetto. Интернет-магазин для одной из самых известных российских марок детской обе. Даже не слышу про такое. Ну и, конечно же, Flatoon. Они используют... Ну, есть такая игра на свече с Flatoon. Возможно, это... Никак не относится, я думаю. Они тут пишут, что Docker использует, Python, React, Django, Angular. Ну, у них тут крутится Postgres. Самые advanced технологии GsApp, анимации, SAS. Ну, короче говоря, я не знаю, прикольный сайт, но часть клиентов, я думаю, они потеряют из-за того, что он... Ну, он очень нагруженный. Это при том, что они заявляют, что они справляются с высоконагруженными проектами и делают именно круто. Но что-то как-то странно. у меня слишком сильно нагрузило браузер, поэтому я что-то как-то, ну, не смог оценить, к сожалению, нагруженность. Но вообще, да, 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 круто, круто. Плотата, спасибо большое за тему. Столько сильно нагрузило, у меня еще, что я когда из их вкладки вынес свой курсор, он у меня пропал, и я на ощупь просто... Да-да-да, у меня просто... Да-да, у меня тоже просто пропадало там до свидосчика. Вот, давай пойдем дальше, тем более, что следующая тема это твоя, тем более, что тут уже непосредственно CSS-очка. Непосредственно уже... Вот веб-дизайн, как он есть, тем более, что с веб-дизайнер Депо. Это там, где ездят троллейбусы, только дизайнерские, веб-дизайнерские троллейбусы. Слушай, я тебя не предупредил, я изменил. Дропнул я? Нет, я ее не дропнул, просто там в самом конце написано, что мы на веб-дизайнер Депо ее репостнули с разрешения автора, а оригинал вышел на медиуме. Ага. Проскролль там, в самом низу есть какой-то бокс, в котором написано это перед автором. То есть ты мне хочешь, чтобы я все-таки смирил с медиума? Ну, конечно. Да, оригинали паблишит он медиум. Вот, вот, вот. Кому этот нахрен нужен веб-дизайнер Депо? Пошли-ка они нахрен. Вот так, да, кстати ты можешь закрыть мне демонстрацию экрана, я все понимаю, конечно. Да, ну давай еще. Но чтобы меньше передавать данных, ну ты понимаешь, 21 век. Ну, круто, у меня-то не 10 гигабит Ethernet здесь, как в новом Mac Mini, поэтому я согласен, лучше отключить. Так вот, CSS Border Radius, неужели, типа, такое он может? И здесь Нильс Биндер, UI UX дизайнер из компании Nine Elements, говорит о том, что TLDR, во-первых, можно использовать Border Radius с 8 значениями, а не с 4, как мы все привыкли, для того, чтобы сделать интересные такие формы. Как он пишет, органические. Видимо, как продукты органические, только формы органические. Нихрена. Погоди, погоди, погоди. Но, значит, это вообще нормальная тема, то есть, вообще, вот эта вот Border Radius тема, она используется сильно? Или это вот он какое-то сейчас нововведение нам рассказывает? Именно то, которое он здесь использует? Именно то, как он, да, то, как он. Понятно, что Border Radius просто закругление делают, и так многие, везде практически. Слушай, вот он утверждает, что он только в одном месте увидел, что так делают. Нихрена. То есть, сейчас практически премьера. Сейчас это знание, которое мы передадим нашим слушателям и зрителям. Да, потому что, на самом деле, даже вот эта статья, она во всех рассылках прошла у меня. Просто я ее увидел уж в шести разных местах. Бомба. Она реально взорвала интернет, причем он пишет, что его вдохновила Рэйчел Эндрю, ну, это там одна из смешинговских дам, которая там на конференциях дает кучу всяких токов, как это, выступлений. Спичей. Да-да-да. И она говорит о том, что, типа, вот я-то тут говорю про CSS гриды, давайте не забывать, что вот я здесь изображение закруглил всего лишь с помощью бордер-радиусов. И, типа, потому что старый CSS на самом деле все еще существует, и как бы его не зазорно использовать, давайте его тоже использовать. Он такой сидит, думает, стопудово можно бордер-радиусом не только круги делать. Вот реально, он просто сидел и почувствовал, что наверняка можно делать что-то еще. Ему прояснилось, возможно. Может, он, конечно же, да, как-то употребляет, думаешь? Да, расширяет сознание себе, только хотел сказать. Но вот он подумал, что можно использовать для чего-то еще. Он говорит, давайте теперь к азам. Может быть, кому-то наскучит, но тем не менее. Кстати, давно у нас не было тем про CSS. Это вот прям... Да, да. Я вот сейчас чувствую, как у нас засахарилась прям CSS. Он говорит, ну, вы, наверняка, привыкли видеть просто такой бордер-радиус и какое-то стандартное статическое значение, типа там 3 пикселя, 1 ем или что-то еще. Просто для закругления краев симметрично. То есть по... с каждой стороны ну, по-одинаковому. Если, говорит, вы используете процентики, 30, 50, то, типа, равномерно у вас для квадратов получается равномерно, для прямоугольников неравномерно. То есть если вы делаете бордер-радиус 50%, вы можете квадрат скруглить до круга. Если вы это делаете для прямоугольника, то он, соответственно, ну, там, не симметрично, он как бы до овала его скруглит, потому что 50% от ширины это будет больше в пикселях, чем 50% от высоты, если мы говорим о прямоугольнике, например. Тут все понятно. Также для борда-радиуса можно использовать 4 значения, просто через пробельчик сделанный, там, 30, 70, 20, 40%. Здесь для наших уважаемых зрителей видно на картинке, слушатели, просто представьте, начиная с левого верхнего угла мы по часовой стрелке идем, и первое значение это, соответственно, одинаковое, так сказать, скругление для левого верхнего угла, потом для правого верхнего, потом для правого нижнего, потом для левого нижнего. И если мы делаем 30, 70, 20, 40%, соответственно, то как вытянутая хреновина получается. Это что касается четырех значений. Он говорит, но на самом деле, на самом деле, есть еще такой синтаксис, 8 значений, разделенных слэшем по 4. То есть, 4 значения слэш 4 значения. И вот тут уже становится интересно. Он причем сказал, что где-то тут это было, сейчас я найду. Большое спасибо. Еще. Кому там? Он там, видимо, спасибо уже, я не знаю, он уже как будто футболист, знаешь, типа все, там гол забил, самый золотой свой. Вот то, что вот он всего лишь нашел, то, что можно 8 значений использовать. Ну вот да. И он пишет спасибо Симу Раю, потому что он в 2010 создал всегда кнопулечки и говорит, я только там увидел, что используется такой синтаксис. Причем самое смешное, что этот синтаксис, он всегда был в документации, но никто, видимо, ее как бы не читает, как водится. Ну, походу, да, потому что такое чувство, что это открытие как будто для всех. Да, да, особенно Симурай, видимо, прочитал, а все остальные как бы нет. Ну, и тут он говорит, что, допустим, если мы используем border radius 4EM 8EM, то получается так, что 4EM будет у левого верхнего и правого нижнего угла, а 8 у правого верхнего и левого нижнего одинаково, то есть просто по диагонали. Если мы используем запись 4EM слэш 8EM, то получается у нас по 4EM будет с верхней грани и с нижней грани, а по 8 с правой грани и с левой грани. То есть мы, грубо говоря, значения, которые делятся пробельщиками, мы их распространяем на каждый угол по отдельности, а значения, которые делятся слэшем, мы их на грани распределяем, а не на углы. И, соответственно, мы можем получать совсем другие варианты, если используем слэш. Ну и как бы long story short, что называется, если мы используем сначала 4 каких-то процентика, потом слэш и еще 4 разных процента, то мы можем очень красиво сдвигать вот эти кривые. Ну тут как в иллюстраторе. Есть у вас круг, и вы можете каждую точку из этих 4 сместить, соответственно, в рамках, так сказать, чтобы вот ваша фигура была вписана в равносторонний квадрат. Вы можете эти точечки смещать и получать такие формы, как органическая клетка. Почему он говорит о клетках? Потому что как будто бы это клетки нашего тела, вот он считает, они такой формы имеют. Вот. Ну и он построил даже целый, так скажем, инструмент, или не знаю, как это назвать, короче говоря, на nineelements.com, сейчас я найду где тут ссылка. Практически сервис, можно сказать. Ну, такая демонстрашечка. То есть на github.io от nineelements он сделал именно, чтобы можно было визуально эти штучки растягивать в разные стороны и полученную уже форму, которая вас устроила, так сказать, по виду, можно просто здесь скопировать бордер радиус, какой прописать, чтобы такую получить. Получается действительно очень плавные, такие красивые и как-то... Ну, окей, что можно вообще максимум нарисовать вот этой хреновиной? Только клетки. То есть только вот клеткоподобные хреновины, которые... То есть любую фигуру, которая вписана в квадрат равносторонний. Я понял, можно хоть что нарисовать. Да. А это... Самое-то главное, самое главное. Естественно, это все поддерживается прямо вот сейчас во всех браузерах и давно поддерживалось. Только сейчас раскрыли, раскопали. Конечно, конечно. То есть это всегда... То есть условно я E хотя бы 11 открываю и там все есть. Ну, типа того, типа того. Кстати, не обязательно вписывать в равносторонний квадрат. Можно в любой прямоугольник вписать. То есть если мы именно у самого элемента делаем width и height, ну, какие нам нужны, то в процентном соотношении оно просто, соответственно, скейлится уже по ширине и по высоте. То есть тут все довольно прозрачно. Все как бы вот как в иллюстратах. Я считаю, это самая лучшая метафора, которая может быть, как в иллюстратах. Понятно, понятно. Ну, прикольно, наконец-то мы... Слушай, я удивлен, что мы давно Криса Койера ничего не смотрели. Он должен был первый догадаться до всего такого, потому что это же Крис Койеровская тема. Он вообще должен футболки уже с такими органическими этими носить. Хреновин. Крис Койер уже все, он уже деньгами зарабатывается, он с тех пор, как женился, уже только колдпеном занимается. И как бы тут да, кстати. Крис Койер. Если говорить по разнице записи с пробелами и со слэшами, то, чтобы эмулировать бордорадиус 50%, слэшами, нужно написать 4 раза по 100%, слэш 4 раза по 100%, и тогда получается бордорадиус 50%. Ну, короче, это надо посидеть, повникать, если вы реально хотите, чтобы вы мыслили уже органическими клетками, то вы посидите, посмотрите, и как бы там поводите этими штуками, там можно действительно просто понять, как это работает и сделать что-нибудь действительно красивое, какой-нибудь шарик. Знаешь, тут как это, как шарики, которые можно смотать животных, из них там, ну, ты понял, воздушные шарики имеют. Да-да-да. Тут примерно так же, можно из бордорадиуса в зверушку какую-нибудь смотать уже, жирафа, и прикольно получится. Окей. Идем дальше, следующая тема это у нас как приходят в IT, у нас была тема как уходят из IT, кого увольняют, а тут как приходят в IT, здесь немного тема не то, что приходят на самом деле не токсичные и так далее, нет, здесь тема именно откуда приходят, откуда приходят, какая вообще, какого рода люди, возможно, вы себя найдете в этой теме, возможно, многие себя найдут в этой теме, так вот, как приходят в IT про стажеров и джунов результат опроса моего круга, результат, мой круг, мы знаем, мы знаем, если вы все еще только на HeadHunter выставляете свое резюме, то можете выставлять еще и на моем круге, достаточно крутая тема, жаль не реклама, опять же, вот, да, значит, опрос был проведен, пацаны ответили, давай смотреть, значит, конкретно из отчета вы узнаете, как минимум, следующее, почти половина тех, кто впервые приходит в IT, еще учатся в вузах, ну, достаточно тривиальная вещь, треть специалистов приходят в IT из совершенно других сфер и идут в большинстве в своем не от плохой жизни, а по призванию души. Почти половина новичков со временем меняют свою первую IT-специализацию. Столичные города со временем забирают себе часть специалистов, выращенных в регионах, а крутые частные компании специалистов, выращенных в небольших частных или государственных компаниях. Опять же, все очевидно достаточно. На общероссийском рынке начинающих специалистов столичные города вносят наибольший вклад в аналитику, HR и продажи, региональные в администрирование фолстэк и мобильную разработку. Миллионники в маркетинг. Или в маркетинг, как кому нравится. 50% начинающих специалистов находят свою первую работу в IT менее чем за месяц, прикинь. То есть в IT вообще легко найти мать его гребаную работу. В IT легко 62% проходят собеседование только в одной двух компаниях. Понимаешь? Примерно 50% начинающих специалистов находят работу через работные сайты. Еще примерно 30% через друзей и знакомых. Интересно, как остальные 20% по объявлению? То есть просто сдирают на столбах хреновина, типа ищем работу. 60% новичков стартует карьеру. Приходят просто стучаться в компанию и говорят возьмите меня. Возможно, возможно. 60% новичков стартуют карьеру в IT с позиции начинающего специалиста джуниора. 33% с позиции стажера. Оплачиваемые стажировок в два раза больше, чем неоплачиваемые. 75 стажеров и 85 джуниоров работают в своей первой компании более полугода. Почти половина новичков со временем меняют свою первую IT-специализацию на другую. У 60% компаний нет никаких механизмов адаптации начинающих специалистов. У 40% вообще не работают со стажерами и джунами. Основным риском работы с начинающим специалистом большинство компаний видят сложность оценки потенциала будущего сотрудника. При устройстве на работу смотрят на софт-скиллы в основном, если это джун или начинающий чувак. Хотя 60% компаний утверждают, что не обращают внимания на возраст новичка, другие 20% говорят, что не берут на позицию начинающего специалиста кандидатов старше определенного возраста. То есть, если ты реально там будет, если ты больше, чем 35 лет и ты джун все еще, то тебя еще очень сильно подумают, брать или нет. Короче, кто принял участие в вопросе? Чуваки, у которых специализация большинство это бэкэнд чуваки, бэкэндеры, не с хрена. На втором месте фронтэнд чуваки, фуллстэк чуваки. Если думать, что фуллстэк это типа... Ну не, нельзя думать, что они фронтэнд. Ну ладно, окей. Потом администрирование, тестирование и так далее дальше. Квалификация. Большинство из этих чуваков это мидлы типа, но и джуниоры много. Вот. И сеньоры даже до хрена достаточно. Возможно, они переоценивают себя, сеньоры сраные. Окей. Пол. 84% мужчин. Соответственно, 16% женщин. Город в основном все-таки Питер. А, точнее, в основном все-таки другие города типа. Но, естественно, Москва и Москва города миллион. Кстати, Питер не так сильно, я зря. Не так сильно Питер. Текущая занятость пацаны работают в основном в небольшой частной компании. Ну и в крупной компании. Тоже до хрена народу. Так вот, интересно, когда вы пришли работать в IT, это было ваше первое место работы. И в натуре, короче, первое место работы в основном у пацанов это IT. Хотя и примерно столько же чуваков до этого работали по другой специальности. Пойдем дальше. Чем занимались до IT чуваки? Здесь такое облако тегов. И это чуваки инженеры в основном идут в IT. Но еще и менеджеры идут. И продавцы идут. Посмотри, насколько грузчики не идут. Я тоже специально искал глаза. Глазами меньше всего идут, и вот грузчики меньше всего. Ну и повары тоже. Повары тоже, просто тут из представленных. То есть здесь вполне могут быть какие-нибудь, я не знаю. Я пытаюсь сейчас придумать, кого тут нет, потому что тут реально почти все. Швеей мотористки? Вот да. Кроме этого, здесь есть такая бутылочка, причина смены специальности, и она, мне кажется, бутылочка вранья. Конечно же, ты в вопросе, хотя на самом деле вдруг, какой смысл врать в вопросе, хотя на моем круге, хрен его знает. Люди, возможно, стеснялись ответить на самом деле, но 58% чуваков ответили, что IT их призвание, на самом деле, они поняли, почему они вообще пошли в IT, это типа их призвание. Не верю, вот не верю. Хочется Далай Лаймингом немного сказать, что проще всего в этой жизни обмануть себя. Возможно, люди себя просто обманывают, как минимум. Конечно, конечно. Вот финансовое, финансовое, это на втором месте, естественно, причина, потому что, ну, бабла платят много, больше, видимо, чем повару. Вот, не было роста на работе и так далее, но это там все дальше. Далее. Каково ваше образование, его завершенность при первой работе в IT. И в основном это профильное для IT высшее образование. Профильное для IT. Окей. Пойдем дальше. Завершенность образования. В основном это студенты очного отделения. Представляешь? Даже не заочники, а прям очники пары прогуливают. Да нет, ты имеешь в виду, что во время, что ли, тут же уже о завершенности. То есть, ну, для тех, кто уже пришел в IT как законченные специалисты. А, ну так да. В основном, заочники. Да, просто там, видишь, короче, ну, это достаточно логично, в принципе-то. Но там просто была тема, что многие чуваки вырубаются в IT-ху, да. Учась. Да, они вот все-таки прогуляют. как раз просто заочники, потому что их тоже 33% и достаточно много. Ну да, согласен, достаточно до хрена, да. Средний возраст прихода в IT, ну, у всех по-разному, но в основном около 20, 21, 22 лет, примерно, чуваки приходят в IT. Далее. Сменилась ли ваша специализация с момента первой работы в IT? И тут, типа, есть распределение небольшое. Первая текущая специализация. Первая специализация – доля людей. И первая специализация у всех в основном почему-то бэкэнд. Так, если смотреть по процентам. Текущая специализация. Как раз тоже бэкэнд. И нихрена себе бэкэнд. Ну, как бы, интересно, интересно. Хорошо. Мне кажется, просто у бэкэндеров есть время еще тесты проходить. Фронтэндеры пилят фичи все это в этот момент. Возможно, возможно, да. Должна быть какая-то корреляция. Доля сменивших первую, да. В основном чуваки, которые меняют первую специализацию, это, видимо, контент-менеджер. Возможно, я не знаю. Окей, пойдем дальше. В каком городе и по какой специальности была ваша первая работа в IT? В основном это Масков-сити. А нет, в основном это другой город, как раз-таки Россия какой-нибудь. текущий город, ну, перетекли чуть-чуть в Масков-сити, как и было написано до этого. Бла-бла-бла, это все неинтересно, в какой компании, в какой позиции вы начали работать в IT. В основном это небольшая частная компания, и позиция старта это начинающий специалист джуниор. Вот. Что еще? Что еще интересно? Давай я чуть-чуть проскроллю, чтобы мы что-нибудь такое пикантное нашли прям. Тебя что-нибудь здесь интересует пока вот ты скролишь? Я действительно удивлен от того, что 62% прошли собеседование только в одну или две компании. Это люди настолько себя ну, как бы низко оценивают или настолько им повезло или... Они сразу в Google попали, в Google. Ну, да, я просто вот это мне непонятно, потому что я вот когда искал работу, я 5-10 компаний прошел собеседование. Не, ну, это ладно. Это, видимо, либо лайкер, либо что. То есть, в основном, почему именно много собеседований? Потому что, во-первых, не сразу не каждый берет, во-первых, не каждый, значит, хочет тебя взять сразу. Ну, даже неважно, суперскилловый ты или нет, просто по разным причинам. То есть, чуваки там находят еще более скилловых, или находят тех, кто меньше бабла просит, или просто у них вакансия закрывается в одну секунду ни с хрена. то есть, всякое бывает. Причем, здесь нету никакого распределения между удаленщиками и неудаленщиками. Потому что я-то удаленно искал, а здесь звучит так, как будто бы люди приходят просто... Приходят, приходят, да. Поэтому это, конечно, не совсем корректно сравнивать. Ну, да, да. Ну, в общем, вот такой интересный вопрос. Если хотите, посмотрите, посмотрите, какие по результатам, что, куда вы попадаете, кто вы, на самом деле. Хотелось бы тоже понять, если вдруг кто-то все еще в чате остался или наоборот, сейчас много людей нас смотрят или в комментах напишите, кто уже трансляцию после того, как была премьера, да, кто слушает. Короче, просто интересно, как вы прошли. Может быть, вы напишите какую-нибудь грустную историю или веселую историю, как вы стали чуваком, который в IT сейчас работает. Или, возможно, вы не работаете в IT, вы повар, но просто слушаете нас. Тоже интересно. Тоже интересно. Пойдем к последней теме на сегодня. Последняя тема стежурнала. И здесь тема про ручку. Вот, без прикольчиков, тема про ручку. А именно, как появился популярный миф о создании космической ручки и чем пишут в космосе. Короче, все мы знаем, что, я скажу банальную вещь, что в невесомости хреново писать чернилами, а именно шариковой ручкой. Почему? Потому что вы понимаете, что невесомость, у тебя, собственно, на шарик ничего не попадает. Интересно, антиперспирантом шариковым тоже хреново пользоваться? Ну, вообще, по аналогии, видимо, да. По аналогии, да. И, короче, получается, что надо что-то придумать вместо ручки. А еще летали-то давно уже, летают-то уже давно, на самом деле, в космос. Соответственно, пользовались чем? Советский Союз пользовались фломиками, ну, маркерами, фломиками. Подожди, там карандашами написано. И карандашами, да, карандашами. Но карандаши, поняли, что карандаши говно. Почему? Потому что сама по себе, видимо, и для оборудования хреново, вот эта стружка, которая именно от грифеля, и, ну, не очень практична, поэтому вот фломиками, маркерами, точнее, пользовались. И как бы норм, вроде как. Но был миф ходил, что вот, дескать, а в Штатах миллионы тратятся на то, чтобы изобрести все-таки ручку, которая будет писать в космосе. И в натуре оказалось, что они делали такую ручку, точнее, не они, а супер там какой-то чувак, бизнесмен, который на самом деле и по сей день его семья зарабатывает на создании ручек. Просто бренд ручек такой, космические ручки, на самом деле, давно уже понятно, что не нужно такой масштаб, такое количество, такой тираж ручек совсем не нужно. Это просто, знаешь, как компания Ray-Ban, условно, или как компания Apple, опять же. То есть, это компания, которая зарекомендовала себя на рынке уже, и они делают качественный продукт. Конкретно вот эти ручки, которые Fisher Space Pen, которые были реально придуманы, и NASA их использовала, чтобы они были в космосе, такие ручки, прикольно. Там супер ручка под давлением до свидос, она, короче, из нее ничего не вытекает, ничего не затекает, она начинает быть именно с жидкими чернилами только в тот момент, когда ты начинаешь писать, то есть, именно на кончике у тебя, на кончиках пальцев у тебя только жидкие чернила. Поэтому, гениальная ручка, абсолютно там, в общем, все сделано как надо, она, хрен ее повредишь, она вообще, короче, выстоит при любых условиях и пишет идеально, естественно, даже в космосе. даже в космосе, соответственно, сейчас такие ручки-то и нахрен не нужны, там, наверное, уже на айпадах все в космосе пишут, просто суть в том, что они просто делают ручки охрененные, я зашел к ним на сайт, конкретно spacepen.com, и у них все, у них и вот к дню борьбы с раком, вот эти вот, которые тоже, типа, акция про рак груди, были ручки розовые, такие классные, ну и вообще, то есть, это пацаны, которые занимаются ручкой, просто они пропиарились дополнительно тем, что сделали, не поленились, там, миллион баксов чувак потратил, чтобы разработать такую ручку. Вот история такая, тебя вообще вдохновляет такое? Как тебе, вот, сама по себе, сюжет? Слушай, вот, это странно, я, если честно, верил в эту городскую легенду, что они там что-то изобретали, а тут чувак взял просто миллионы собственных средств потратил для того, лучше все бизнес сделать. То есть, такой Илон Маск ручковый практически. Ой, не надо про Илона Маска, он-то не свои бабки тратит, все-таки, как выясняется, поэтому тут да. Да. Ну, еще, это прикольно. И мне просто, ну, я бы посмотрел именно спецификации, откуда там давление, например, берется. И на что давит, ты имеешь? Что на что давит? И где там, сначала они твердые, а потом жидкие. Потом жидкие, а потом газообразные, возможно. Вот, то есть, ну, это у космонавтов уже после такого. Поэтому, мне просто, я бы уже углубился в реализацию, то есть, понятно, что на дежурной никто этим не будет заниматься, но тем не менее. Вот. Но тут прикольно, что наконец-то узнал, почему простым карандашом нельзя в комментариях. И тут написано, что графит повреждает электронику, особенно в невесомости. Ну да. Кто бы мог подумать? Мелки крошились. Представляешь, ты летишь в невесомости, и тут очистки от мелков такие пролетают мимо. Ну да, это интересно. Ну, в принципе, зато как в школе. Кто сегодня дежурный, они там договаривались, кто сегодня дежурнул, я бы даже сказал. Кто, кто сегодня тряпку идет, моет, так сказать. Вот, вот, да, да. А кто идет в контре на тряпку? А кто в канал? Да, кто в канал? Хорошо, идем к обойке. Обойка сегодня. Обойка, я просто скажу, ты скажешь, мнение, где подкаст, где что, а я скажу, что мне вот это напоминает сразу. Во-первых, у нас сегодня было очень много про Apple, и мне эта обойка напоминает, знаешь, такую хорошую, добротную обойку от Apple. Вот они любят, там, условно, вышла macOS Mojave, давай, значит, с Mojave фотку. Вышла такая-то, оттуда фотку. Вот это как будто фотка, вышла новая macOS. Такое чувство. Вот. Давай, где наш подкаст? Расскажи. Ты по-любому придумал. У тебя есть домашняя заготовочка. Конечно, я всегда эти обойки делаю, я придумываю, где подкаст. Причем, что характерно, на самом деле, я сейчас на рабочем столе, у меня она уменьшена в тысячу миллионов раз, чем та, которая непосредственно на нас. Она более горизонтальная, она более, точнее, вертикальная. Да, да, да. И я просто для наших зрителей покажу, как это было изначально. Ну, слушатели, просто представьте, что здесь еще в два раза больше неба сверху, ну, и как бы снизу отражение неба. Я подумал, что наш подкаст, это вот то, что по центру. Потому что вот жизнь наших подписчиков, она делится на до нашего подкаста, до того, как они с ним познакомились, и после. И как бы вроде бы эти две жизни, они зеркальные, но вот жизнь до подкаста, она такая, знаешь, с рябью, и круги по ней постоянно идут, потому что после подкаста жизни она приобретает, как бы другие краски совершенно. И как будто ты вот все это время плыл где-то под водой, у тебя звуки приглушенные, там свет как-то преломлялся, дышать тяжело было. А потом послушал наш подкаст, и как земноводный вышел на сушу, эволюционировал, так сказать, в человека, который наконец-то уже, имеет что-то общее с таким крутым контентом, как наш. Ты имеешь в виду лохнесское чудовище? Практически, да. Так что вы пока... Круто, круто. Особенно первые наши зрители, слушатели, они были еще пока присмыкающимися, они как бы еще не птицами были, хладнокровными были, но вот все, кто с нами был все это время, они эволюционировали уже дальше до птиц, может быть, кто-то даже в млекопитающих. Это... У них, возможно, два пресердия, два желудочка. На часах спокойно, все видно сразу. Вот да. Ну, короче говоря, вот как-то так. Сегодня был 183 выпуск, ждем 200-й. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, все ссылки есть в описании, их везде там, ставьте колокольчики, пальцы вверх, в iTunes ставьте звездочки, пишите отзывы. Увидимся, как обычно, с патронами в четверг, со всеми остальными на премьере в пятницу. Кстати, я не знаю на этой неделе, как мы будем делать премьеру в пятницу, если в пятницу у нас будет близкон. Да, возможно, в субботу, хрен узнаем. Ну, короче, завтра что-нибудь подумаем, опять же, вместе с патронами, они нам помогут решить, как быть в этой ситуации, непростой. Но в любом случае, увидимся уже через неделю, там плюс-минус день, и давайте, берегите себя, пока. Да, пока. Субтитры сделал DimaTorzok